Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royal Libre. Http Royal Libre. Все книги автора. Http Royal Libre. Осы Роу Саувин Игор. HTML. Эта же книга в других форматах. Http Royal Libre. Букол Саувин Игор. Путин против Медведева. Шведка Булдегов под ковром HTML. Приятного чтения. Игорь Осовин, Сергей Почечуев. Путин против Медведева. Схватка бульдогов под ковром. Обращение к читателям. Мы рады вас приветствовать, уважаемые коллеги. Под этим емким словом, коллеги, мы подразумеваем всех, кто неравнодушен к конспирологии как методу познания реальной действительности, сокрытой под толщей лжи и заблуждений. Во все времена здравомыслящие люди не верили официальной точке зрения государственных и религиозных институтов власти, справедливо полагая, что истина заключена в другом, нежели в том, в чем всех пытаются убедить. Время, в конце концов, всегда расставляло все на свои места. И, как правило, правыми оказывались именно те, кто до последнего сомневался в общепринятой точке зрения. Известный российский ученый и общественно-политический деятель А. Дугин в своем фундаментальном труде конспирология совершенно верно указал. В течение последних столетий современной истории конспирологические мотивы в историографии, культурологии и даже повседневной политике играют столь значительную роль, а в некоторых случаях являются столь весомым аргументом, что это само по себе заставляет нас внимательно изучать феномен конспирологии. В новейшем словаре иностранных слов и выражений, изданном в 2001 году, это слово, англ, конспирологи, трактуется как наука, исследующая подпольную деятельность, заговоры и тайны общества. Именно как наука. Хотя до сих пор в широких научных кругах бытует мнение, что конспирология, в силу несерьезности своей методологии, не может претендовать на роль самостоятельной науки и, в лучшем случае, может иметь прикладное значение в рамках религиоведческой или политологической дисциплины. Но при этом многие оппоненты сходятся во мнении, что конспирология, отражая реалии современного мира, имеет четко выраженный исторический аспект, который затрагивает очень многие гуманитарные направления научного познания. Что же такое конспирология и можно ли сформулировать более полное определение этого явления? Ответить на этот вопрос в полной мере сегодня не представляется возможным, так как многие аспекты этого явления до сих пор еще мало изучены. И, не в последнюю очередь, потому, что негативное отношение к конспирологии со стороны академической науки и официальных властей является главным барьером к полноценному изучению этого общественного феномена, демонстрирующего свою удивительную живучесть с библейских времен и до наших дней. Александр Дугин так характеризует этот феномен общественной жизни. Если в 60-х, 80-х годах прошлого века конспирология была уделом маргинальных чудаков и желтейших таблоидов, в 90-е она стала явлением массовой культуры. Прорыв начался с сериала X-Files, где агенты спецслужб Молдер и Скалли расследовали все виды возможных заговоров и вторжений, иллюстрируя бесконечный набор конспирологических фантазий. The truth is out there, гласит девиз X-Files. Правда не здесь, правда сокрыта. Это есть первый жест конспирологического отношения к миру. Это значит нас обманывают и, следовательно, надо докопаться до истины, какой бы она ни была. Очевидно, что истина, до которой надо докапываться, должна быть какой-то сногсшибательной, иначе неинтересно и не было бы резона ее скрывать, рассуждают конспирологи. Конспирология постепенно становится легитимным стилем, своего рода модой. И есть основания считать, что это не просто краткосрочное увлечение, но устойчивая социальная тенденция. Последние 10 лет только подтвердили правоту выводов Александра Дугина. Даже если не брать в расчет такое явление массовой культуры, как дэнбраунизм, придется констатировать. Сейчас практически каждый второй блокбастер, будь то книга или кинофильм, так или иначе замешан на конспирологии. С точки зрения культурологии, этот феномен Александр Дугин объясняет тем обстоятельствам, что конспирология является типичным проявлением культуры постмодерна, когда критичное отношение к окружающей действительности влечет за собой наложение различных исторических контекстов и выражается тотальным недоверием к рациональному началу в политике и искусстве. Позитивистское отношение к истории подвергается осмеянию, в то время как вера в заговор, оккультные силы и могущественные тайные организации, в невидимую руку и мировую закулису, незримо управляющую ходом истории, воспринимается чуть ли не как религиозная догма. Хотя именно против академического догматизма, как в науке, так и в религии, конспирологи в первую очередь и выступают. В этом и заключается главный культурологический парадокс конспирологии. Но если конспирология как феномен массовой культуры практически не вызывает сомнений в своем существовании, то какова социальная база этого явления, если говорить языком статистики? Есть ответы на этот вопрос. В качестве наглядной иллюстрации приведем данные, полученные в ЦИОМ при проведении социологического опроса на территории России в декабре 2008 года, когда грянул экономический кризис и в стране наметился рост протестных настроений. Так вот, в среднем 38 россиян не доверяли сообщениям СМИ об экономическом кризисе. Причем наименьшим доверием к СМИ, 45 опрошенных, отличались люди с высшим и незаконченным высшим образованием, а также люди со средним специальным образованием, 39. Поэтому неудивительно, что наибольшая степень недоверия к официальной информации СМИ наблюдалась в городах с населением свыше 500 тыс. человек. Именно эта категория граждан и стала целевой аудиторией первого российского конспирологического интернет-портала Conspiral.org, который стартовал в мае 2009 года. За прошедшее время на страницах созданного нами интернет-ресурса были опубликованы десятки исследований, затрагивающих с позиции конспирологии наиболее актуальные темы общественно-политической жизни страны. Многие из этих интернет-публикаций вызвали значительный резонанс и внесли свои изменения в политическую повестку дня. И вот теперь издательство Яуза совместно с Conspiral.org запускает в свет новую серию книг, которая не только продолжит заложенные нами исследовательские традиции, но и, надеемся на это, внесет свой существенный вклад в развитие отечественной конспирологии. Более всего конспирологический подход характерен для анализа политических процессов. Здесь конспирология получает очень широкую и благодарную массовую поддержку. Власть, даже в самых демократических и транспарентных обществах, всегда предпочитает конфиденциальность. Большинство политических решений принимаются за закрытыми дверями, и никогда СМИ не могут по-настоящему проникнуть за этот занавес. Вполне реальная и прагматически объяснимая зона тени разрастается у активных наблюдателей до невероятных размеров. Так рождаются мифы о всевозможных заговорах, складываются системы оккультных корней и тайных связей, появляются слухи о зловещих тайных обществах и агентах влияния, пишет Дугин, и с ним сложно не согласиться. Особую пикантность нашему участию в этом совместном проекте придает и то обстоятельство, что раньше, еще до того, как заняться конспирологией, авторы этих строк, являясь профессиональными журналистами с 20-летним стажем, неоднократно принимали участие в различных политических кампаниях в качестве пиар-технологов, что многим недоброжелателям дает теперь повод трактовать наши конспирологические исследования как новый формат проявления черного пиара, нацеленного против власть имущих. Так, на форуме интернет-портала «Общественное мнение» в ходе развернувшейся бурной полемики по поводу появления в сети ресурса «Конспиралы Джиорг» Наиболее острую дискуссию вызвал вопрос, поставленный Александром Крутовым, маститым журналистом, лауреатом премии им Артема Боровика. В чем разница между пиарщиками и журналистами и в чем должна заключаться профессия журналиста? Такой, казалось бы, простой вопрос, тем не менее, в профессиональной среде выявил очень большой спектр мнений, некоторые из них оказались даже полярными. Но нас в этой связи больше удивляет другое. В самой постановке вопроса, как и в ходе развернувшейся полемики, в которой самое активное участие принимали, в том числе, и конспирологи, была заложена модель, полностью исключающая право на существование конспирологической журналистики как таковой, а следовательно, и самой конспирологии. Это, впрочем, вполне вписывается в общепринятую схему как традиционного медиасообщества, так и экспертного сообщества, где профессиональным конспирологам, по причине засилья маргиналов от конспирологии, место под солнцем не предусмотрено. На этот счет Александр Дугин, и мы с ним полностью солидарны, имеет свое особое мнение. В прикладной политологии и политической журналистике конспирологический метод получил самое широкое распространение. Чаще всего наблюдатель и комментатор действий власти не знает всей подоплеки происходящего и достраивает неизвестные звенья или факты волюнтаристически. Теория заговора в этом бесценный помощник. Если между одним политическим деятелем или событием и другим нет никакой явной и прозрачной связи, а их надо, по логике статьи или комментария, связать между собой, напрашивается конспирологический метод. Эта связь есть, но она скрыта, это тайная связь, а если эту связь сами главные герои публично отрицают, то тем самым они только подтверждают догадку о ее существовании. Что же касается проявляемого при этом волюнтаризма, то профессиональных конспирологов такая оценка не дискредитирует и дискредитировать не может по определению, ибо волюнтаризм в данном случае выступает в качестве проявления субъективного начала, без которого любой творческий процесс просто невозможен. А конспирология – это всегда творчество. И конспирологи, наравне с журналистами или пиарщиками, имеют на него полное право. Означает ли все вышесказанное, что конспирологическая журналистика как жанр не может существовать вне поля профессиональной конспирологии, а значит, все равно придется делать выбор между журналистикой и конспирологией, как, например, между журналистикой и пиаром? Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Александр Дугин указывает, в конспирологической логике действует железное правило. Отсутствие доказательства есть лучшие доказательства, ведь за трус и заут зер. Итак, конспирологический метод, а на методе зиждется любая наука. Все-таки существует, следовательно, и сама конспирология должна восприниматься как научная дисциплина, пусть и прикладного характера. В данном случае применительно к политологии, базовыми основами которой должен владеть любой уважающий себя политический журналист, а не только профессиональный конспиролог. Но если классический конспиролог, описанный Дугиным, не делает никаких исключений из железного правила, которое вывел автор, то журналист-конспиролог никогда не должен основывать свою версию только лишь на отсутствии каких бы то ни было доказательств, ибо сама постановка вопроса в таком виде может вызвать у читателя полное недоумение. Иначе говоря, в основе любой конспирологической версии событий или явлений, анализируемых журналистом-конспирологом, обязательно должна присутствовать логика доказывания, а не отрицания от обратного. В этом и заключается принципиальное отличие представителей так называемой массовой конспирологии, людей, считающих себя конспирологами, от журналистов-конспирологов, которых конспирологами считают все окружающие, в том числе коллеги по журналистскому цеху. В этом и кроется вся разница между поп-культурой, составной частью которой конспирология является, и профессиональной конспирологической журналистикой, информационной площадкой которой в Рунете и стал наш интернет-портал Conspirology.org. Кстати, по данным Rambler, к концу января 2009 года в Рунете функционировало не меньше 3000 интернет-СМИ, в числе которых до нашего появления не было ни одного онлайнового издания, позиционирующего себя как конспирологический портал. Даже дугинские интернет-издания открыто не позиционируют себя в этом качестве, хотя конспирологическая тема неизменно присутствует на их страницах. Теперь, с выходом первой книги этой серии, конспирологическая публицистика уверенно шагнула из виртуальной реальности на полки книжных магазинов страны, и мы уверены, что, несмотря на шквал вполне предсказуемой и ожидаемой критики, издательство Яуза сумеет переломить пагубное настроение политического лицемерия, царящие в обществе. На эту практику двойных стандартов, когда конспирология высмеивается, но ее методы применяются на практике практически всеми журналистами, пишущими на политические темы, указал в своей книге и Александр Дугин. В любом случае, в среде политических комментаторов умеренно конспирологические методы более чем распространены. Для краткого формата колонки или телекомментария совсем не подходят изощренные политологические построения или систематическое изложение совокупности сложных факторов, приведших к тому или иному политическому решению. Подчас необходимо, даже технологически, сжать объяснение до предела. Формат заговора или тайных договоренностей идеально подходит и в этом случае. С одной стороны, смысл публики понятен, а недостаток или вообще полное отсутствие деталей, доказательств и аргументов объясняется тем, что все происходящее развертывалось за кулисами. Это особенно убедительно, если в деле участвуют представители спецслужб, силовых министерств и ведомств, и т.д. Здесь туман и секрет становится чем-то само собой разумеющимся. Вспомните бойкие политические комментарии Сергея Даренко, Евгения Киселева или Михаила Леонтьева, и вы поймете, о чем именно идет речь. И, наконец, последняя цитата из Дугина, которая окончательно ставит все на свои места и подтверждает нашу точку зрения на наличие конспирологического метода как такового. Политологическая конспирология более рациональна и реалистична, нежели конспирология, привлекающая для объяснения непонятных явлений сатанинские ордена, инопланетян или оккультные ложи. Но изначальная методология конспирологической конструкции в целом во всех случаях одинакова. Как бы то ни было, конспирология настолько распространена в современном обществе, и как масс-культура, и как настроение умов, и как структура политологического анализа, и даже как исследовательский метод, что требует внимательного рассмотрения и отношения к себе. В заключении хочется несколько слов сказать о нашей заветной мечте. Мы надеемся, что реализация совместного проекта издательства Яуза и конспиралы Джиорг явится первым шагом к созданию объединяющей всех конспирологов России некоммерческой организации Российского конспирологического общества РКО, коммуникативной площадкой которого и будет являться новая книжная серия. Мы рассчитываем, что новая общественная организация станет весомой частью экспертного сообщества России и будет заметно влиять на политический климат в стране. Мы будем рады сотрудничеству со всеми заинтересованными в реализации этой идеи лицами, журналистами, политическими и экономическими аналитиками, ветеранами разведки, историками, социологами, религиоведами и эзотериками, а также с другими специалистами, которые изъявят желание в рамках этой книжной серии пополнить копилку конспирологических знаний. Мы с готовностью рассмотрим все ваши предложения по изданию новых книг и с большим вниманием прислушаемся к любой конструктивной критике, направленной в наш адрес. Надеемся, что вы будете руководствоваться исключительно объективными критериями в оценке скромных результатов нашего труда. В марте 2012 года должны состояться шестые по счету выборы президента России. Не будет большим преувеличением сказать, что от исхода этих выборов зависит не только имя человека, который будет управлять страной на протяжении ближайших шесть лет, но и стратегический вектор развития российского государства. Продолжится ли курс на модернизацию экономики, или начатые реформы опять будут свернуты без объяснения причин? Появится ли у нас наконец-то по-настоящему цивилизованный рынок, или, как и прежде, газбюрократия будет на корню душить любые ростки свободной конкуренции и новаторства? Получится ли в России создать реальную, а не декларативную систему демократических ценностей, которая станет основой государственного строя, или же Конституция по-прежнему будет восприниматься как некая формальность, которая никого и ни к чему не обязывает? На эти и другие жизненно важные для страны вопросы и должен быть получен ответ после 11 марта 2012 года. Но, думается, часть ответов мы узнаем уже после 4 декабря 2011 года, когда будут подведены первые итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва. Если, конечно, к этому времени кардинально не изменится действующее избирательное законодательство РФ, на территории страны не будет введено чрезвычайное или военное положение и президент РФ не распустит Госдуму раньше срока ее полномочий, потому как в любом из этих случаев выборы могут не состояться. Но если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, новоизбранные депутаты получат свои мандаты уже не на 4 года, как было раньше, а на 5 лет. Ни для кого не является секретом, что от того, сколько голосов на этих выборах наберет Единая Россия, которая в спешном порядке пытается прикрыться полотнищем Общероссийского народного фронта, будет зависеть главная интрига нового политического сезона, а именно, станет ли Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на пост президента России. Ведь совершенно очевидно, что решение о своем выдвижении будет принимать только сам Владимир Путин, который, получив на руки реальную картину электоральных предпочтений, будет взвешивать все риски и просчитывать все варианты возможных последствий своего участия в президентской кампании 2012 года. Но совсем не очевидно, что второй тан-демократ Дмитрий Медведев будет медлить с принятием решения о своем выдвижении в президенты до тех пор, пока с этим вопросом не определится Владимир Владимирович. И в этом тоже не меньшая интрига начинающегося политического сезона. Сейчас в публичный информационный оборот вбрасывается огромное количество мнений и суждений, а также прогнозов различных политических аналитиков и экспертов насчет предстоящих думских выборов и президентской кампании 2012 года. И если не брать во внимание содержательную ценность всех этих заключений и предсказаний, можно смело разделить их на две практически равные по объему части. С одной стороны будут выводы тех, кто считает, что Путин и Медведев, невзирая на возникающие между ними разногласия, все-таки вместе ведут свою игру, а с другой стороны выводы тех, кто исходит из убеждения, что между Путиным и Медведевым происходит реальное, а не показное, политическое противостояние. При этом и для тех, и для других уже на второй план отходит такая несущественная мелочь, как факт предварительных договоренностей, достигнутых в 2008 году или того ранее. Потому как и те, и другие прекрасно понимают, в России, где правит бал политический стиль Византии, подобного рода гарантии стоят ровно столько, во сколько их оценивает сам гарант. Высшая политическая целесообразность – вот путеводная звезда, которая всегда освещала путь любому политику, и не только в России. Закулисная политика Новой России – вообще благодатная тема для конспирологов. Особенно сейчас, когда непрозрачность принимаемых политических решений и низкий уровень доверия населения к официальным источникам информации формируют в общественном сознании некий иной, параллельный, мир высокой политики, которая за зубчатыми стенами Кремля или за дубовыми дверьми кабинетов Белого дома живет своей отдельной жизнью, неведомой простым смертным. Это сакральная тайна власти и есть порождение самой власти, не доверяющей своему народу, отгородившейся от своего народа, презирающей свой народ. В качестве примера приведем всего лишь один короткий отрывок из текста, опубликованного нами в конце марта 2011 года на сайте Conspiral.org. Прекрасно понимая разыгрываемой командой Владимира Путина политический сценарий, ближайшее окружение Дмитрия Медведева предпринимает все попытки для того, чтобы помешать его реализации. Именно с этой целью, как полагают аналитики, и был инициирован громкий скандал, который вылился на страницы влиятельной деловой газеты «Ведомости». Речь идет о том, что Володин, являясь руководителем аппарата правительства РФ, отвечает за рабочий график премьер-министра. Именно он планирует и утверждает время и место проведения тех или иных мероприятий с участием Путина. Те же самые функции, но только в отношении Медведева, выполняет в администрации президента первый заместитель руководителя АПРФ Владислав Сурков, с которым Володина связывают дружеские отношения. Так вот, и Володин, и Сурков практически запараллеливают по времени все ключевые совещания с участием первых лиц государства, заставляя чиновников самого высокого ранга делать непростой для них, в данной политической ситуации, выбор, к кому идти, к Медведеву или Путину. Однако пресс-секретарь обоих, Наталья Тимакова и Дмитрий Песков, соответственно, официально опровергают эту информацию, что только усиливает кумулятивный эффект от такого вброса. Аналитикам еще предстоит разобраться в ситуации, что это согласованная игра правящего тандема, по-византийски исполняемая Володиным и Сурковым, или же реальное свидетельство закулисного, а теперь уже и открытого, противостояния двух претендентов на верховную власть в России. И таких примеров в нашей книге масса. Разумеется, работая над этой книгой, мы не ставили своей задачей охватить весь пласт проблем, лежащих в плоскости пересекающихся интересов обоих тандемократов. Да это и нереально, прежде всего, по времени, который мы отвели себе для написания этой книги. Не найдете вы в ней глубокого анализа противоборствующих политических концепций, отраженных в нашумевших докладах Института современного развития, Инсор, Центра стратегических разработок, ЦСР и ряда других интеллектуальных групп скрытого политического влияния. Тема перезагрузки демократии и альтернативные ей варианты развития страны были достаточно широко освещены в СМИ и подробно проанализированы политическими экспертами. На чужом поле конспирологи не играют. А если и играют, то, как показывает время, часто проигрывают. Поэтому, зачем, зато вы найдете в этой книге большой массив информации, которая, в силу своей провокационности, либо, как уверены некоторые, неполиткорректности, никогда не станет объектом пристального рассмотрения со стороны ангажированного властью экспертного сообщества, высокомерно считающего подобного рода конспирологические измышления недостойными своего внимания. Но именно в этих измышлениях, на наш взгляд, и таится Кащеева и главласть имущих, которые чувствуют себя в полной безопасности лишь до тех пор, пока к выводам конспирологов относятся как к сказкам. Верить в эти сказки или же нет, решать вам. Но только помните, стоит лишь однажды погрузиться в этот сказочный мир, чтобы раз и навсегда избавиться от той пелены лжи, в которую окутан окружающий нас мир повседневности. Как говорил в этом случае один из героев кинотрилогии «Матрица», обратного пути уже не будет. Глава 1. Истоки. За минувшие десятилетия в России вышло немало книг, авторы которых предприняли попытку исследовать политический феномен питерских. В качестве примера достаточно привести самые ранние работы на эту тему. «Питерские против московских» или «Кто есть кто в окружении В. Путина» Бориса Маза, 2003 Г. И «Ленинградцы в борьбе за власть» Виктора Степакова, 2004 Г. Однако, несмотря на обилие исторического и сугубо биографического материала, эти и другие авторы так и не смогли ответить на главный вопрос, который волновал политические круги России в начале нулевых. Почему именно выходцы из Питера получили возможность фактически монополизировать власть в стране? Различные попытки ответить на этот вопрос, полагаясь исключительно на внешние политические факторы, такие, например, как особая роль Собчака или влияние команды Чубайса, так ни к чему и не привели. И особая роль Анатолия Собчака в так называемой ломке тоталитарной системы СССР и огромное влияние на политические процессы так называемой демократической России главного приватизатора страны Анатолия Чубайса, все это, скорее, следствие, нежели причины. Таким же следствием куда как более скрытых обстоятельств тайной политики стал, в том числе, и приход в Кремль Владимира Путина уже со своей командой. Но в чем же заключается главная причина, что представляет собой косы-козырам, причина всех причин, как говорили древние римляне? Чтобы ответить на этот самый принципиальный вопрос новейшей политической истории России, необходимо отринуть сложившиеся в массовом сознании медийные стереотипы целого ряда публичных фигур и посмотреть на их роль в политических процессах недавнего прошлого с совершенно неожиданной стороны. Если вы готовы воспринять картину, которую явит собой темная сторона Луны, и вас не страшит крах устоявшихся политических иллюзий, тогда вперед, Собчак! Анатолий Собчак в памяти людей старшего и среднего возраста ассоциируется, прежде всего, с образом пламенного оратора, убежденного демократа, который ненавидел тоталитарную систему и все то, что было с нею связано. Кем же был на самом деле Собчак? Насколько искренними были все его эскопады в адрес коммунистического режима и портфункционеров советской эпохи? В книге воспоминаний Юрия Шутова, одного из первых помощников тогда еще председателя Ленсовета АА Собчака, ныне по сфабрикованному делу отбывающего пожизненное заключение в тюрьме Белый Лебедь, есть удивительные строки, которые показывают нам убежденного демократа совершенно с другой, неожиданной, стороны. Когда у них состоялся приватный разговор на тему сталинских репрессий, Собчак, рассуждая о жертвах сталинизма и ответственности за них партий большевиков, произнес такие слова. Сейчас многие, указывая на ошибки партии, в основном кивают на могильники 30-х годов и призывают к разгрому аппарата НКВД КГБ, проводившего тогда эти репрессии, хотя и так ясно. Целью партии уничтожения людей не являлось. Это стало, скорее, косвенным продуктом достижения самой цели. Для того, чтобы заставить перманентно и оперативно совершенствоваться саму систему, необходимо было публично уничтожить вредящих этому процессу субъектов. Вам это ничего не напоминает? Складывается такое ощущение, что ученик Собчака, Владимир Путин, придя к власти, руководствовался именно этой установкой своего учителя. Будучи президентом, он заставлял совершенствоваться саму систему, для чего публично уничтожал всех вредящих этому процессу субъектов – Ходорковских, Невзлиных, Лебедевых и прочих неугодных лиц, не желающих встраиваться в вертикаль власти. А вот что, по воспоминаниям Шутова, говорил Собчак о карательной машине сталинских чисток. Бесспорно, жаль безвинно пострадавших, но обвинять в неправильности избранного направления НКВД КГБ абсурдно, так как эта организация, по сути, обыкновенная государственная конструкция, и нелепость нападок на нее очевидна. Это, как колотить палкой по капоту машины за то, что она, управляемая шофером, сползла в кювет. Юты Шутов, крестный отец питерских, Москва, 2011. Если бы эти слова депутат Собчак произнес не в машине, по душам беседуя со своим помощником, а с трибуны съезда народных депутатов СССР, ему бы стоя аплодировали все те, кто ненавидел Горбачева с его перестройкой и грезил о возврате сталинских времен. Но тогда бы уж точно Собчак не стал бы ни председателем демократического по своему составу Ленсовета, ни позже, первым всенародно избранным мэром Санкт-Петербурга. Согласитесь, что в этой аргументации в защиту КГБ присутствует нечто большее, чем академичная рассудительность бывшего профессора советского права Ленинградского Госуниверситета, кем до своего карьерного взлета являлся Собчак. Этакая философия человека, вышедшего из недр системы и эту систему оправдывающего, к чему бы, впрочем, даже став публичной политической фигурой, получив мандат депутата Верховного Совета СССР, а потом и кресло председателя Демократического Ленсовета, Анатолий Собчак прилюдно демонстрировал далеко не демократические убеждения, чем вызывал буквально шок у окружающих. Сейчас за давностью лет эти тоталитарные выходки Собчака уже мало кто помнит, но в воспоминаниях очевидцев тех событий можно найти немало любопытного. Вот что, например, пишет в своей книге Юрий Шутов. Однажды газета «Смена» рисковато пожурила Собчака, насмехаясь над его очередным ораторским по в сторону уже ничему не удивлявшихся депутатов, когда патрон, выступая с миной человека, съевшего изрядную дозу стряхнина, участливо пожалел их с трибуны за несвежесть нардеповских мозгов. Прочтя это, Собчак разбушевался изрядно и в запальчивости потребовал почему-то у меня принять надлежащие меры к ликвидации этой, как он выразился, газетки с невыветренным подкомсомольским запахом, сделав им неупрег в попустительстве и расхлябанности. Даже Ельцин не позволял себе такого в отношении прессы, прекрасно понимая, какую роль играют СМИ в демократизации страны. Тем более странно было это слышать от Собчака, который всегда себя позиционировал как знамя гласности. Кстати, о знамени, точнее, о флаге, триколоре, уже тогда ставшем символом демократических перемен. Вот как описывает реакцию Собчака на этот символ в своей книге Юрий Шутов. Когда известный ленинградский антисоветчик Александр Богданов во время проведения очередной сессии Ленсовета свесил с балкона зала заседаний трехцветный флаг, ставший позже государственным флагом России, председательствовавший Анатолий Собчак, мгновенно очухавшись, вцепился руками в микрофон и потребовал у Богданова убраться вместе с флагом во своясе. Многие депутаты, которые, видимо, знали о приготовлениях к этому показательному выступлению, стали сильно кричать, что ни флаг, ни знаменосец не мешают им работать. Тогда Собчак произнес эмоционально прекрасный спич о запрете развешивать в зале Ленсовета символику, не установленную официальным регламентом, иначе, мол, можно быстро докатиться и до фашистского флага. При этом патрон прозрачно намекнул. Последний раз в нашей истории стяг подобной расцветки, что держал в руках Богданов, был использован армией генерала Власова, предателя, сражавшегося, как известно, на стороне гитлеровцев. Что самое интересное, этот инцидент, переросший в потасовку с милицией, транслировался в прямом эфире ленинградского телевидения. Свидетелями приступа ярости Собчака к символу демократии стали тысячи и тысячи телезрителей. Так кем же был на самом деле профессор и депутат Собчак, перекрасившимся портократом-ортодоксом или засланным казачком в стане демократов? И здесь мы подходим к самому, пожалуй, любопытному моменту политической биографии демократа Анатолия Собчака, с именем которого наша память связывает крах коммунистического режима и первые годы Ельцинской России. Когда в 1965 году молодой юрист Анатолий Собчак, вернувшийся со Ставрополья, закончил аспирантуру лгу и защитил кандидатскую диссертацию, он три года преподавал в Ленинградской специальной школе милиции МВД СССР, ставшей кузницей кадров для будущего генералитета российской милиции, а теперь уже и полиции. По заведенным в советские времена правилам преподавательский состав юридических институтов и школ милиции не только находился под пристальным вниманием особого отдела этих учебных заведений, но и был связан определенными обязательствами с местным управлением газбезопасности. Зачастую начальники кадровых отделов таких эльмаматер были офицерами действующего резерва КГБ СССР и, приглядываясь к студентам или курсантам, а также их преподавателям, готовили для своего ведомства новое пополнение. Разумеется, большинство завербованных еще со студенческой скамьей юристов так и не становились кадровыми чекистами, но на протяжении долгих лет, будучи следователями, прокурорами, судьями или адвокатами, продолжали сотрудничать с КГБ в качестве негласных осведомителей. На особом счету были преподаватели юридических вузов, взращивающие кадры для системы советского правосудия и правопорядка. В их числе и оказался доцент Анатолий Собчак. В 1973 году он переводится на ЮРФАКЛГУ, но только в 1982 году защищает докторскую диссертацию и в 45 лет становится профессором. Через три года, в 1985 году, когда ставший генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев объявляет курс на обновление и ускорение, Анатолий Собчак получает должность заведующего кафедрой хозяйственного права. Это та самая область правоведения, которая всего через несколько лет с первыми ростками предпринимательства окажется самой востребованной. Правовые основы кооперации, частной торговли, а затем и приватизации государственного имущества требовалось создавать чуть ли не с нуля и в сжатые сроки, так как скорейшее формирование рыночных отношений в стране, по замыслу реформаторов, являлось гарантом необратимости демократических процессов. Но в данном случае удивляет даже не то, что Собчак оказался в нужное время и в нужном месте, а то обстоятельство, что, получив ученую степень кандидата, а потом и доктора юридических наук, звание профессора и должность заведующего кафедрой в престижном университете, Анатолий Александрович оставался беспартийным. В те времена, когда господствовала коммунистическая идеология, сделать себе карьеру, не будучи членом КПСС, особенно в юриспруденции, было просто немыслимо. Старшие поколения это прекрасно помнят. В это трудно поверить, но факты – упрямая вещь. Членом КПСС ученый-юрист Собчак стал только в июне 1988 года, когда на волне гласности уже поднималось общее недовольство засилием партократии, когда вся страна заговорила о Борисе Ельцине, устроившем свой первый демарш на Октябрьском пленуме ЦК, а вступление в партию считалось чуть ли не идиотизмом. Но идиотом профессор Собчак явно не был. Тогда зачем ему это понадобилось? Точнее, кому и зачем это было нужно? Дело в том, что в 1990 году коммуниста Собчака ленинградские товарищи избрали делегатом 28-го съезда КПСС, на котором он выступил с пламенной речью, заклеймив позором ретрограда Егора Легачева, бывшего на тот момент членом политбюро ЦК КПСС, чем оказал неоценимую услугу реформатору Михаилу Горбачеву. Егор Кузьмич так и не был переизбран в состав Центрального комитета, после чего он окончательно утратил свое влияние в партии. Хотя с таким мизерным партийным стажем, какой на тот момент был у Собчака, делегатом съезда можно было стать, совершив разве что какой-нибудь трудовой или ратный подвиг. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять. Собчака специально попросили вступить в КПСС, чтобы у него было формальное основание для участия в ключевых партийных форумах, где ему отводилась особая роль. А попросить об этом, и не только попросить, но и все как следует организовать на уровне Ленинградского горкома. На тот момент могла только одна организация, КГБ, где быстро сориентировались в меняющейся политической ситуации и решили действовать на опережение. Наверное, понимая, что этот момент в его биографии может вызвать массу вопросов, Анатолий Собчак позже напишет в своей книге воспоминаний. А. Собчак. Хождение во власть. Москва. 1991. Что в КПСС он вступил, восприняв адресованный каждому, а значит, им не лично призыв к гражданской мобилизации, прозвучавшей с трибуны 19-й партийной конференции. Все правильно. Эта партконференция состоялась 28 июня, 1 июля 1988 года, когда, допустим, в самом конце июня Собчак и был принят в партию. Но свое заявление о вступлении в КПСС профессор Собчак подал в партком лгу годом раньше, в мае 1987 года, то есть еще даже до проведения октябрьского пленума ЦК, на котором с резкой критикой в адрес партийного руководства выступил Борис Ельцин. Иначе говоря, тогда о столь радикальных изменениях в партильной жизни могли только мечтать. Нестыковочка получается. Если не можешь воспрепятствовать переменам, их нужно возглавить. Такой до банальности простой и в то же время мудрый принцип во второй половине 1980-х годов был взят на вооружение чекистами, которые долгое время, оставаясь в тени, не только продолжали держать ситуацию под контролем, но и выстраивали нужную им конфигурацию нового политического режима в стране. Особую роль в этом скрытом процессе играло управление КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области, которым на тот момент в качестве первого заместителя начальника руководил генерал Калугин. Роль опального генерала КГБ Олега Калугина в крахе коммунистического режима и формировании новой правящей элиты сложно переоценить, но это сейчас понимают далеко не все. Сам Олег Данилович, ныне проживающий в США, скромно умалчивает о своих заслугах, акцентируя внимание заинтересованной публики, главным образом на скандальных деталях, вызывающих бурный общественный интерес, но не дающих возможности понять весь алгоритм проведенной им спецоперации, которая в конечном итоге и привела к смене политического режима в нашей стране. Пройдет еще 20-30 лет, и имя генерала Калугина будет золотом вписано в историю ЦРУСШ рядом с такими именами, как Аллину Элждаллис, Александр Яковлев или Владимир Крючков. Но не будем торопить события, всему свое время. В русском издании первой книги воспоминаний Бориса Ельцина, Б.Н. Ельцин, исповедь на заданную тему. Москва 1990, почему-то отсутствует удивительный по своей откровенности фрагмент, который на момент выхода в свет на диктованных Валентину Юмашеву мемуаров не стал, да и не мог стать, фатальным для политической карьеры автора. Однако в норвежском издании «Исповеди» этот фрагмент присутствует. На это обстоятельство обратил внимание исследователь и публицист Николай Зинькович, который в своем двухтомнике, посвященном скрытым аспектам биографии первого президента России, Эна. Зинькович, Борис Ельцин, «Разные жизни», книга первая, «Кремлевский ослушник», «Москва», 2001, процитировал удаленный из русского издания отрывок, о чем именно идет речь. Ельцин вспоминает свои первые студенческие каникулы, когда он путешествовал по стране за неимением денег на проезд на крыше поезда и оказался в Москве. Рассматривая киноафишу клуба МГУ, он совершенно случайно познакомился с двумя девушками, Лидой и Людой, учившейся на географическом факультете. Они пригласили его в Марину рощу, где вместе жили в коммуналке, на день рождения Лиды. Ей как раз не хватало кавалера. Мы зашли в двухэтажный деревянный дом. В подъезде нас уже поджидал Олешка, неприметный с виду паренек, немного помладше меня, одетый в приличный москвошвеевский костюм. В руке у него был букет цветов. Люда взвизгнула и бросилась к нему в объятия, вспоминает Ельцин. Далее новые друзья изрядно выпили и начали танцевать под польский джаз, который завел на патефоне Олешка. Танцуя с привлекательной Лидой, молодой Ельцин, по его воспоминаниям, даже испытал эротическое наслаждение, и в то же время, неудобство от собственной неотесанности. Вторая пара, Олег и Люда, только подогревали вспыхнувшие желания. Они стояли в углу и в засос целовались. Но главное в этом фривольном эпизоде, напоминающем фрагмент из фильма «Стеляги», было все-таки не это. Дальнейший ход событий со слов Ельцина описывается весьма подробно. Вдруг с грохотом разлетелось оконное стекло. В комнату влетел увесистый булыжник. Из-за окна послышался пьяный голос «Эй, Лидуха, ты что, забыла меня, шалава такая? С кем гуляешь?» Я рванулся к окну. Лицо Лида исказилось гримасой отвращения. Васька кирпатый, урод, вернулся из лагеря месяц назад, пристает, скотина, все время. Милицию вызову. «Какую милицию? Я сам с ним разберусь», сказал я и направился к двери. «Постой, Борис, их там пять человек, я пойду с тобой». Олег схватил меня за плечо. «Куда вы, ребята? У них же ножи», закричали девушки. Но мы уже были на улице. Васька, невысокий, рыжий, малый, в грязной тельняшке и кепочке на бекрень, нагнулся, выковыривая очередной булыжник. Увидев нас, он похабно ухмыльнулся. Но не успел он замахнуться для удара, как я так толкнул его в грудь, что он отлетел к стене. Я подошел к нему и внятно произнес. «Предупреждаю, не стоит так делать!» «Сзади!» Крикнул Олег. Я не успел обернуться и почувствовал оглушающий удар по голове. Какую-то секунду я был без сознания, а когда пришел в себя, увидел сапог кривого татарина, занесенный над моей грудью. Увернулся. Олежка в это время отбивался от троих хулиганов. Сколько в нем верткости. Он ускользал от всех ударов. Вот один упал. Олежка заехал ему в пах. Второго вырубил подсечкой и ногой ударил в затылок. Татарин вытащил из-за голенища нож и пошел на Олега. Тот спокойно и сильно схватил его руку и повернул уголовника всем туловищем. Послышался хруст костей. Татарин завыл, стоя на четвереньках. Олег пинком под затопрокинул его и отряхнул костюм. «Пусть знают, сволочи, как с чекистами связываться!» Я огляделся. Татарин и еще один подонок лежали на земле и подвывали. Остальных, в том числе и Ваське Керпатова, и след простыл. «Где так драться научился?» С уважением спросил я его. «Я – курсант школы газбезопасности. Нас учит джиу-джитсу», – ответил Олешка. «Мы вернулись к девчатам и просидели у них до первых петухов. Больше Олешку я не видел. Поздней осенью 1989 года на встрече с избирателями я увидел человека, кого-то мне напомнившего. Он подошел ко мне и подал руку. Боря, Борис Николаевич, а я знаю вас, улыбаясь», – сказал он. «Помните Марину Рощу, 1953 год?» Олешка, он самый, мой собеседник, рассмеялся. Генерал-майор КГБ в отставке Калугин Олег Данилович. Следует заметить, что этот отрывок из ранних мемуаров Ельцина – чуть ли не единственный фрагмент его воспоминаний, выписанный с такой литературной тщательностью. Оставим в стороне художественные достоинства этого текста. Поражает в нем, как уже сказано, совершенно другое, а именно, обилие деталей и подробностей, которые Ельцин, будучи тогда нетрезвым и ушибленным на голову, удивительным образом вспомнил спустя почти 40 лет. Имена случайных знакомых, детали гардероба и обстановку в комнате, количество хулиганов и кличку их предводителя, приемы рукопашного боя и так далее. Тем не менее, именно этот весьма читабельный фрагмент и не вошел в канонический текст воспоминаний Бориса Ельцина, изданный в Советском Союзе статысячными тиражами. Кому и зачем понадобилось подвергнуть цензуре ельцинскую исповедь? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, необходимо свести воедино некоторые обстоятельства из жизни как самого Ельцина, так и Калугина. Судя по тексту этого фрагмента, описываемые события происходили холодным летом 53 год, когда в стране была объявлена большая амнистия, и сотни тысяч уголовников хлынули в города и весе необъятной родины. Правда, обе столицы были для них закрыты, что, впрочем, не мешало им наводить шорох и там. В 1953 году Борису Ельцину было 22 года. На тот момент он был студентом 4 ГО-курса Уральского политехнического института МСМ Кирова, в который он поступил в 1950 году. Поэтому для него описываемые события никак не могли приходиться на первые студенческие каникулы. Но вот на соревнования по волейболу студент Ельцин, как член сборной команды Свердловска, Игравший тогда в высшей лиге, в различные города выезжал регулярно, в том числе и в Ленинград. Кстати, о городе на Неве. Летом 1953 года Олегу Калугину было всего 18 лет. Он был слушателем 2 ГО-курса Ленинградского института иностранных языков МГБ СССР. Фактически он находился на положении военнообязанного, проходившего срочную военную службу, поэтому даже в увольнительный день не мог удаляться за пределы города Ленинграда. Представить себе, что курсант Калугин мог совершить самоволку, да еще в Москву, тем более не представляется возможным, учитывая его отличный послужной список. Следовательно, в 1953 году первая встреча будущего куратора демдвижения в СССР и будущего первого президента России могла произойти только в городе Ленинграде, куда волейболист Ельцин в составе сборной своего города мог приехать на первенство РСФСР. Проходя оперативную практику в УКП по городу Ленинграду и Ленинградской области, в отделе контрразведки на транспорте, курсант Калугин вполне мог получить оперативное задание завербовать в качестве негласного сотрудника какого-нибудь приезжего, имеющего достаточно обширные связи в своей среде. Именно таким приезжим студентам-активистам по случайному стечению обстоятельств и мог оказаться Борис Ельцин, вербовка которого пошла Калугину в зачет. Сейчас уже сложно сказать, как именно, при каких обстоятельствах произошла эта учебная вербовка. Но только если их первая встреча была обставлена именно таким образом, как описано выше, не вызывает никаких сомнений, что случайное знакомство Ельцина с незамужними девушками и последующий налет киношных хулиганов, которых лихо раскидал супергерой Олешко, явились самой обычной инсценировкой, азы которой будущим чекистам преподавали на курсе педагоги ГИТИСа и ЛевГИКа. Спустя всего пять лет, в 1958 году, молодой чекист Калугин, находясь на оперативной стажировке в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США, в одной группе с Александром Яковлевым, будущим секретарем ЦК КПСС по идеологии, а в ту пору, аспирантом Академии общественных наук при ЦК КПСС, производит перевербовку советского невозвращенца Анатолия Кудашкина, агент КУК, работавшего в крупнейшем американском химическом объединении и текал над секретным твердым топливом для стратегических ракет. После этой блестяще проведенной спецоперации, инспирированной ЦРУ, офицер Калугин делает быструю карьеру в системе первого главного управления КГБ СССР, после чего его направляют на работу в Комитет СССР по радиообещанию, где он не только обеспечивает оперативное прикрытие разведчикам, выезжающим за рубеж под видом журналистов-международников, но и детально изучает все аспекты воздействия на советское общество средств массовой информации. План Алина дал леса по развалу СССР изнутри, реальность которого до сих пор у многих еще вызывает сомнения, начал приобретать свои зримые черты. Начиная с лета 1960 года офицер КГБ Калугин, не имея дипломатического статуса, работал в США под прикрытием корреспондента Московского радио, откуда он вернулся только в 1964 году, после того, как в Америке спецслужбы устранили Джона Кеннеди, а в Советском Союзе отстранили от власти Никиту Хрущева. Дальнейший карьерный рост Олега Калугина напрямую связан с пребыванием в США, где он на редкость удачно реализовывал различные разведывательные и контрразведывательные операции, получая очередные повышения по службе и высокие государственные награды СССР. В общей сложности за всю свою службу в КГБ Олег Калугин был удостоен 22 орденов и медалей. В 1974 году, в возрасте 40 лет, Калугин получает воинское звание генерал-майора, став самым молодым генералом в системе КГБ. Лишь один раз в середине 1970-х, Олег Калугин, будучи начальником управления внешней контрразведки БГУ КГБ СССР, вместе со своим покровителем Владимиром Крючковым, который на тот момент был начальником первого главного управления КГБ СССР, отвечавшего за внешнюю разведку, был на краю гибели. Когда перевербованный американцами советский разведчик Николай Артамонов, агент Ларк, которого руководство КГБ решило тайно выкрасть и доставить в СССР, мог дать показания, бросавшие тень подозрения на обоих генералов. Но Ларк, похищением которого руководил Калугин, неожиданно скончался от передозировки анестезирующего средства. За успешно проведенную операцию генерал-майор Олег Калугин в 1975 году по представлению своего шефа, Владимира Крючкова, был награжден орденом боевого красного знамени. Тем не менее странное стечение обстоятельств, связанное со смертью Ларка, заставило внутреннюю контрразведку КГБ провести тщательный анализ всех этапов работы Калугина за рубежом, в том числе поднять дело агента КУКа 1958 год. Анатолия Кудашкина, вернувшегося на родину и ставшего сотрудником Института мировой экономики и международных отношений ММА Академии наук СССР, директором которого в 1983 году будет назначен Александр Яковлев, взяли в разработку контрразведчики УКТ по Москве и Московской области под предлогом пресечения спровоцированной самими же чекистами сделки, включавшей валютные операции, скупку и попытку вывоза за рубеж художественных ценностей, КУК Кудашкин был арестован, а потом и осужден. Причем инициатором изоляции КУКа, судя по всему, выступил ставший в 1978 году заместителем председателя КГБ СССР Владимир Крючков, который, опасаясь, что показания Кудашкина в отношении Калугина чреваты разоблачением и его самого, решил с помощью ничего не подозревавшего начальника московского УКТ Виктора Олидина перевести проблему с агентом в криминальную плоскость. Олег Калугин, скрывая факт своего сотрудничества с ЦРУ, как и роль в этих событиях Владимира Крючкова, до сих пор продолжает утверждать, защищая тогда КУКа Кудашкина от ложных обвинений, он сам необоснованно оказался под подозрением, что поставило крест на его дальнейшей карьере во внешней разведке. Следует заметить, что история с КУКом произошла в тот момент, когда еще не было завершено внутреннее расследование по факту другого эпизода, бросившего тень на начальника управления внешней контрразведки БГУ КГБ Олега Калугина, который своевременно не принял должные меры в отношении заместителя генерального секретаря Анаркадия Шевченко, отказавшегося в 1978 году после завершения своей служебной командировки в США возвращаться в СССР, хотя резидент КГБ в Нью-Йорке Юрий Дроздов и предупредил Калугина о готовящейся провокации. Позже выяснилось, что советский дипломат Шевченко работал на ЦРУ чуть ли не с 1973 года. Предательство Шевченко сильно ударило по репутации министра иностранных дел СССР члена Политбюро ЦК КПСС Андрея Громыко, чьим личным помощником до своего нового назначения был перебежчик. В итоге, председатель КГБ СССР Юрий Андропов в 1980 году переводит генерала Калугина из Центрального аппарата КГБ в Территориальное управление газбезопасности. Для него специально создается вторая должность первого заместителя начальника УКТ по городу Ленинграду и Ленинградской области, где он продолжает работать под покровительством Крючкова. Как куратор отдела внутренней безопасности Ленинградского УКП, генерал Калугин имел доступ ко всем личным делам сотрудников управления, в числе которых на тот момент значился Владимир Путин. На этом месте мы должны прервать свой рассказ об Олеге Калугине, с тем чтобы вернуться к нему после того, как на авансцену описываемых событий будет выведен человек, в конечном итоге ставший главным фигурантом большой игры. Путин. История взаимоотношений Олега Калугина с Владимиром Путиным, особенно для последнего, всегда являлась закрытой темой. Став в июле 1998 года директором ФСБ России, Владимир Путин, надо полагать, провел тщательную ревизию служебных архивов, с тем чтобы исключить в дальнейшем появление на свет документов, свидетельствующих о самом факте такого сотрудничества. Поэтому пытливым исследователям недавнего прошлого, связанного с историей спецслужб, в такой ситуации остается лишь надеяться на собственную интуицию и логику, оперируя общедоступными источниками информации. Итак, что же общего, помимо прежней причастности к КГБ, может быть у заочно осужденного за государственную измену экс-генерала Калугина и второго президента России? Как известно, после окончания школы Владимир Путин в 1970-1975 годах учился на международном отделении юридического факультета ЛГУИМ-Жданово, откуда вышло немало кадровых разведчиков. Именно там, будучи еще студентом, он попал в поле зрения доцента Собчака, который, как было сказано выше, уже не первый год сотрудничал с КГБ. После окончания ЛГУ юрист-международник Владимир Путин по распределению был направлен для прохождения службы в КГБ СССР без оттестования в оперативный офицерский состав. Этому предшествовала вербовочная беседа, которая состоялась со студентом Путиным еще до получения им диплома. Вот как об этом вспоминает сам Владимир Путин. На четвертом курсе на меня вышел один человек и предложил встретиться. Правда, человек этот не сказал, кто он такой, но я как-то сразу же все понял. Потому что он говорит, речь идет о вашем будущем распределении, и я хочу на эту тему с вами поговорить. Я бы пока не хотел уточнять, куда. Тут я все и смекитил. Если не хочет говорить, куда, значит, туда. Я, когда принимал предложение того сотрудника отдела кадров управления, он, впрочем, оказался не по кадрам, а сотрудником подразделения, которое обслуживало вузы, не думал о репрессиях. Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков. Меня, без всякого преувеличения, можно было считать успешным продуктом патриотического воспитания советского человека. Но после разговора в вестибюле все вдруг затихло. Пропал тот человек. Уже комиссия по распределению на носу. И тут опять звонок. Приглашают в отдел кадров университета. Разговаривал со мной Дмитрий Гонцеров. Я фамилию запомнил. Он и провел со мной первую установочную беседу накануне распределения. Н. Геворкян, Н. Тимакова, А. Колесников. От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. Москва, 2000. Судя по всему, Владимир Путин попал сначала в поле зрения сотрудников тригу отдела пятого управления КГБ СССР. Третий отдел, которому подчинялись особые отделы в вузах, осуществлял контроль над студентами и преподавателями, а также работал по линии студенческого обмена. Сотрудники этого отдела занимались вербовкой осведомителей в студенческой и преподавательской среде. Кроме того, они осуществляли начальную стадию рекрутинга для кадровых нужд КГБ, составляя базовые характеристики на потенциальных претендентов. Как известно, инициативников, то есть граждан, самостоятельно выразивших желание стать чекистами, тогда на службу в КГБ практически не брали. На что в своих откровениях указывает и сам Путин, вспоминая, как он, учась еще в 9М-классе, с этой просьбой пришел в приемную Ленинградского УК к Пнолитейном. Немалое значение для принятия решения о привлечении Путина к службе в КГБ имело и то обстоятельство, что его дед по отцовской линии, Спиридон, работал поваром сначала в Горках, где жила семья Ульяновых, а потом на одной из дач Сталина. Да и сам отец Путина, Владимир Спиридонович, в годы Великой Отечественной войны сражался в рядах истребительного батальона НКВД. Эти батальоны занимались диверсиями в тылу немецких войск. Так что Владимира Путина, хоть и с большой натяжкой, но в определенном смысле можно назвать потомственным чекистом. После получения диплома ЛГУ в 1975 году Владимира Путина сначала оформили в секретариат Ленинградского УКП, а потом перевели в контрразведывательное подразделение, где он прослужил около 5 месяцев, занимаясь в основном канцелярской работой. Подшивал дела какие-то, вспоминает Путин. Потом в конце года его направили на 6-месячные курсы подготовки оперативного состава КГБ СССР на Охте, 401 Яшкола, который он окончил уже в 1976 году, после чего продолжил службу по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского УКП. Кстати, именно в этом году он и стал чемпионом Г. Ленинграда под Зюдо. Как можно предположить, в то время чекист Путин был активно задействован в спецмероприятиях, направленных на борьбу с диссидентским движением в Ленинграде, которые западные спецслужбы не без оснований рассматривали как один из ключевых факторов подрывной деятельности в СССР. Помните, в чем именно заключался самый эффективный метод работы КГБ СССР в отношении проявления различных форм гражданской активности, изложенной в начале нашего повествования? Чтобы такие проявления нейтрализовать, их нужно возглавить. Вот как об этом не без иронии вспоминает сам Владимир Путин. Действовали как бы из-за угла, чтобы не торчали уши, не дай бог. Я для примера расскажу только одну историю. Допустим, группа диссидентов собирается в Ленинграде проводить какое-то мероприятие. Допустим, приуроченные ко дню рождения Петра Первого. Диссиденты в Питере, в основном, к таким датам свои мероприятия приурочивали. Еще они любили юбилей декабристов. Задумали, значит, мероприятие с приглашением на место события Дипкорпуса, журналистов, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Что делать? Разгонять нельзя, не велено. Тогда взяли и сами организовали возложение венков, причем как раз на том месте, куда должны были прийти журналисты. Созвали обком, профсоюзы, милиции, все оцепили, сами под музыку пришли, возложили. Журналисты и представители Дипкорпуса постояли, посмотрели, пару раз зевнули и разошлись. А когда разошлись, оцепление сняли. Пожалуйста, идите кто хочет. Но уже не интересно никому, от первого лица. Как вам такой политтехнологический прием, с блеском опробованный КГБ еще 30 с лишним лет назад? Вам это не напоминает, уже в наши дни, возложение цветов премьер-министром Владимиром Путиным на могилу убитого спартаковского фаната Егора Свиридова, когда тысячи радикально настроенных молодых людей, возмущенных этим преступлением и готовых на проявление публичных акций протеста, были оттеснены от места проведения церемонии милицейским кордоном. И стоит ли удивляться тому, что путинские методы управляемой демократии как две капли воды напоминают тактику действий чекистов ленинградского УКТП? Отсюда и такое иезуитское отношение к таким правозащитникам, как Людмила Алексеева, для которых во времена правления Владимира Путина были созданы показательные вольеры в виде различных общественных палат и советов при президенте, глумливо названные институтами гражданского общества. Можно предположить, что на момент описываемых событий Владимир Путин служил вместе с Виктором Черкесовым в пятем отделе ленинградского УКТП, который по линии пятого управления КГБ СССР занимался борьбой с идеологическими диверсиями, окончив тот же факультет ЛГУ, что и Путин, но только на два года раньше, в 1973 году, Черкесов в течение двух последующих лет проходил срочную военную службу в Ленинградском военном округе, после этого несколько месяцев работал в прокуратуре и в 1975 году, одновременно с Путиным, был зачислен в кадровый состав УКТП по Ленинграду и Ленинградской области. Кстати, до сих пор многие авторы ошибочно считают, что Путин и Черкесов учились вместе на одном курсе ЮРФА-Колгу и дружили чуть ли не со студенческой скамьи. Свою службу в КГБ Виктор Черкесов начинал оперуполномоченным московского райддела УКТП по городу Ленинграду и Ленинградской области, затем был следователем того самого пятого отдела УКТП, пятки, как его называли чекисты, где дослужился до должности заместителя начальника, а потом и начальника отдела. Не в этом ли следственном отделе служил Владимир Путин, который не хочет вспоминать, чем именно ему приходилось тогда заниматься. А занимались сотрудники пятого отдела УКТП разного рода диссидентами, правозащитниками, свободными художниками и прочими демократами с их антисоветским самиздатом, которых вскармливала интеллигентская среда Питера, традиционно отличающаяся своей пассионарностью, представляющей постоянную угрозу государственным устоям еще со времен декабристов. В числе самых громких дел, которые в конце 1970-х, начале 1980-х шили питерским интеллигентам чекисты из пятого отдела, можно вспомнить, дело издателей религиозного журнала «Община» и его редактора Владимира Париша, а также дело Александра Огородникова, 1979 год. Дело активисток феминистского движения в Ленинграде Галины Григорьевой и Натальи Мальцевой, 1980 год. Дело независимого профсоюза «Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся» «Смот» в 1981-1982 годах. Кроме того, Виктор Черкесов вел дела членов «Смоты» Народно-трудового союза, НТС Ростислава Евдокимова и Марка Морозова, погибшего в тюрьме, а в 1983 году возглавил бригаду, расследовавшую дело филолога Михаила Мейлаха, который был виновен лишь в том, что редактировал зарубежные издания Даниила Хармса. О личном вкладе в ход расследования этих уголовных дел сослуживца Черкесова в конце 1970-х Владимира Путина теперь остается лишь догадываться. Разумеется, в зону внимания сотрудников 5-го отдела, как уже было сказано выше, попадали и ученые-гуманитарии ленинградских вузов, среди которых в том числе был и беспартийный доцент Лгу Анатолий Собчак, а также участники неформальных молодежных течений и творческих объединений. Рок-музыканты и поэты, устраивавшие квартирники, художники Митьки и так далее. На особом счету, как теперь уже известно, находился и знаменитый ленинградский рок-клуб, где в те времена, будучи старшеклассником, скорее всего, тусовался большой поклонник западного хард-рока Дмитрий Медведев, будущий третий президент России. Но настоящий расцвет ленинградского рок-движения под присмотром КГБы наступил лишь тогда, когда на это дал добро генерал Калугин на момент назначения Олега Калугина вторым по счету первым заместителем начальника УКТ по Ленинграду и Ленинградской области. В 1980 году Владимир Путин, закончивший годовое обучение на факультете переподготовки оперативного состава в высшей школе КГБ МФ и Дзержинского, уже вернулся в город на Неве, где и продолжил службу в один им отделе Ленинградского УКТ под пристальным вниманием опального генерала. Так что Олег Калугин, выступая с лекциями в США, явно лукавит, заявляя, что Владимир Путин в те годы был неприметной серой мышкой, сидевшей в аппарате управления, и что он его практически не помнит. Также вызывает недоумение заявление Калугина о том, что Путин никогда не служил во внешней разведке. Именно генерал Калугин, скорее всего, рекомендовал своего подчиненного, майора юстиции Путина, к прохождению обучения на одногодичном факультете краснознаменного им. Ювы Андропова института КГБ СССР, который тот окончил в 1985 году по специальности внешняя разведка. Но так как, в силу вышеперечисленных обстоятельств, все протежи Калугина автоматически попадали под особый контроль контрразведки, на оперативную работу в КАП странах, где возможности управления КГБ СССР были ограничены, чекист Путин уже рассчитывать не мог. Именно поэтому, судя по всему, его и направили проходить службу в территориальной разведывательной точке в ГДР, Дрездене под прикрытием должности директора местного дома дружбы СССР, ГДР. К тому же, в КИКГБ Путин совершенствовал свой немецкий язык, в душе надеясь, что его направят все-таки в ФРГ. Но не судьба. В ГДР Владимир Путин находился вплоть до 1990 года, дослужившись до звания подполковника и должности старшего помощника начальника отдела. В его годы Калугин был полковником и занимал в структуре КГБ СССР куда более высокий и ответственный пост. После завершения загранкомандировки и возвращения на родину подполковника Путина переводит в действующий резерв КГБ СССР без предоставления какой-либо должности. Позже, уже став президентом, Владимир Путин будет говорить, что тогда он сам отказался от перехода в центральный аппарат БГУ КГБ СССР в Москве и вернулся в штат первого отдела УКТ по Ленинграду и Ленинградской области. Хотя по заявлению Калугина, сделанному им в ходе публичной лекции, состоявшейся в Нью-Джерси, США, в 2010 году, Путин, скопив денег в Германии, купил на них машину и занимался в Питере частным извозом, пока не прибился к команде Собчака. В версию Калугина верится охотнее, но не в силу большего доверия к источнику, а по той причине, которая нами была указана выше. При этом Олег Калугин, говоря о прибившемся к демократам Путине, опять скромничает, опуская собственную роль в этом случайном стечении обстоятельств. Шутов. Юрий Шутов, книга воспоминаний которого неоднократно цитировалась выше, является чуть ли не самой мифологизированной фигурой среди тех, кто попадает в поле зрения исследователей феномена питерских. С одной стороны, этому способствует недоступность объективной информации об этом человеке и противоречивость той информации, которая оказывается достоянием гласности. А с другой стороны, к этому приложил руку и сам Юрий Титович, который в своих мемуарах, мастерски рисуя монструозный образ Собчака, с изобретательностью классиков социализма, выморал из истории демократизации Ленинграда все, что могло бы бросить тень на главных героев современной российской политики. Впрочем, его сложно за это осуждать. Как уже было сказано, в настоящее время 65-летний Юрий Шутов отбывает пожизненное заключение в Соликамской тюрьме, печально известной как «Белый лебедь». Он является чуть ли не единственным заключенным в России, книги которого издаются и пользуются неизменным успехом у читателей, что, в свою очередь, породило массу вопросов как к самому автору, так и по поводу того, каким образом уголовник-рецидивист, отбывающий пожизненное заключение в самой суровой тюрьме страны, столь активно может заниматься политической публицистикой. Биография самого Юрия Шутова больше напоминает сюжет авантюрного романа. Будучи заместителем начальника Центрального статистического управления ПГ Ленинграду и Ленинградской области, он в середине 1980-х годов был улечен в поджоге одного из кабинетов Смольного, а также в хищениях на большую сумму, после чего Юрий Шутов по приговору суда получил пять лет лишения свободы. Отбыв заключение, он не только сумел добиться реабилитации, но и сделал себе мощный пиар заказной публикацией в суперпопулярном тогда журнале «Огонек». Автор этой статьи, Марк Григорьев, доказывал читателю, что уголовное дело против Шутова было сфабриковано по заказу проворовавшихся советских чиновников. С ним собиралось было судиться следователь Валентина Корнилова, которая вела дело Шутова, но в феврале 1991 года журналист трагически погиб во время страшного пожара в гостинице «Ленинград». Юрия Шутова можно отнести к той категории граждан, которых на закате советской эпохи называли «жуками». С широчайшим кругом деловых и номенклатурных связей, этот гиперактивный нужный человек, способный решить любую проблему, напоминал главного героя из фильма «Прохиндиада» или «Бег на месте», которого блестяще сыграл Александр Калягин, убежденный сиборит, знаток питерских ресторанов и классической музыки. Он, совсем недавно освободившись из мест лишения свободы, уже разъезжал по улицам Ленинграда на своем «Мерседесе» и ни в чем себе не отказывал. В конце 1989 года Юрий Шутов становится помощником народного депутата СССР, члена Верховного Совета СССР, председателя подкомитета по хозяйственному законодательству, комитета по законодательству, законности и правопорядку в СССР Анатолия Собчака. Причем инициатором такого сотрудничества бывшего осужденного, как это сейчас говорят, по экономической статье идеолога хозяйственных реформ, по воспоминаниям Шутова, был сам Собчак. Кто именно порекомендовал Собчаку взять себе в помощники Шутова, так и осталось загадкой. Учитывая длинный послужной список Юрия Шутова и тот интерес, который Ленинградская УКТ проявляла к Анатолию Собчаку, можно предположить, что поручителем в столь деликатном вопросе мог выступить тот человек, который курировал Собчака по линии 5 ГУ от дела и который, безусловно, владел информацией насчет того, что сам Шутов уже не первый год негласно сотрудничал с КГБ. К слову, на эту тему Юрий Титович в своих мемуарах вообще не распространяется, предпочитая иронизировать над Собчаком, который, если верить Шутову, постоянно опасался своего разоблачения как сексота. Патрона почему-то неудержимо тянуло в тогда еще наглухо закрытый архив КГБ. Это вообще был дружный порыв многих известных демократов, довольно прозрачно намекавших непонятливым и растерявшимся чекистам, что желательно бы скопом уничтожить все комитетские архивы. Причем обязательно вместе с папками под единым названием рабочее дело агента и другими следами многолетнего сотрудничества с КГБ самих намекавших. Иначе необъяснимо странно для победивших уничтожать архивы побежденных, где, наоборот, можно было найти много интересного, не без сарказма, вспоминает Юрий Шутов. В мае 1990 года Юрий Шутов становится помощником Анатолия Собчака как председателя Линсовета и перебирается в Мариинский дворец, будучи посвященным в самые деликатные вопросы личной жизни и профессиональной деятельности своего патрона, он помогает Собчаку выстраивать различные административно-хозяйственные схемы и финансовые комбинации, которые создают начальный капитал формируемой тогда команды питерских. Незадолго до избрания Анатолия Собчака первым мэром города Санкт-Петербурга в июне 1991 года, в его команде происходит санация, которая, судя по всему, была продиктована необходимостью избавиться от тех людей, чья неоднозначная репутация могла бросить тень на главного демократа Северной Пальмиры. Тем более, что Анатолий Собчак, став мэром и сосредоточив в своих руках все бразды исполнительной власти города, открывал для себя и своего ближайшего окружения абсолютно новые возможности материального обогащения, доступ к которым, по мнению питерских чекистов, должны были иметь люди, наделенные особым доверием конторы. Первым, от кого решили избавиться, и был слишком активный Юрий Шутов, которого незамедлительно решили уволить, как только игра пошла по-крупному. Формальным поводом для его отставки послужил подписанный им заведомо невыполнимый контракт с одним английским бизнесменом-банкротом, которого рассматривали в качестве инвестора проекта по созданию ленинградской свободной экономической зоны. Хотя сам Юрий Титович в написанной им книге «Воспоминания» указывает совершенно другие причины отставки, а именно свои принципиальные разногласия с Собчаком в морально-этическом и даже политическом плане, что и сейчас выглядит крайне неубедительно. Учитывая жизненный опыт Шутова, сложно поверить в то, что он когда-то испытывал наивные иллюзии насчет морального облика тех, кто достигает вершин власти и находился в плену романтических представлений о сути происходивших тогда политических процессов. Получив отставку, Юрий Шутов с головой погрузился в бандитский Петербург и уже в начале 1992 года был арестован в составе целой банды, которая занималась вымогательствами и решала деликатные вопросы, как это принято говорить в спорах хозяйствующих субъектов. Впрочем, потом его отпустили под подписку о невыезде, а в 1996 году и вовсе оправдали за недостаточностью улик. Надо полагать, что такой продуманный человек, как Шутов, не действовал на свой страх и риск, а работал под надежным прикрытием чекистов, потому и отделался легким испугом. Как и в прошлый раз, миновав судимость, Юрий Шутов, как можно догадаться, не без помощи своих покровителей из конторы, занимает очередную весьма влиятельную должность, а именно становится руководителем рабочей группы ПГ, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, созданной при Госдуме по инициативе КПРФ и ЛДПР Временной комиссии по анализу итогов приватизации 1992-1996 ГГ, и ответственности должностных лиц за их негативные результаты. Тогда территориальные подразделения этой комиссии действовали во многих регионах России под прикрытием популистского лозунга оппозиции о пересмотре итогов чубайсовской приватизации, по существу, со стороны окрепших силовых структур, которые в свое время оказались обделенными и теперь претендовали на свой кусок пирога, предпринимались попытки перераспределения собственности. И Шутов в роли наводчика этой комиссии в городе на Неве для чекистов был незаменимым человеком. Столкновение бизнес-интересов силовиков и участие в этих разборках Шутова в конце концов привели к гибели вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, который одновременно являлся председателем городского комитета по управлению городским имуществом. Маневич занимался вопросами приватизации госсобственности в северной столице еще с 1992 года, работая под началом Анатолия Чубайса в команде мэра Собчака. В августе 1997 года Михаил Маневич, ехавший утром на работу в своей служебной машине на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта попал под прицельный автоматный огонь. Получив пять пуль, он скончался по пути в больницу. Вплоть до ноября 2009 года это преступление официально так и не было раскрыто, а следствие по делу неоднократно продлевалось, пока не представилась возможность возложить ответственность за организацию этого заказного убийства на Юрия Шутова. Медведев в уже упомянутой нами книге Бориса Маза «Питерские против московских или кто есть кто в окружении В.Путина» изданной еще в 2003 году в короткой главке «Внутренний круг» есть удивительные строки, которые сейчас достаточно сильно резонируют с привычным медийным образом Дмитрия Медведева. А ведь прошло-то всего 8 лет, и так многое уже забылось. Позволим себе процитировать эти строки. В Комитете по внешним связям Петербургской мэрии, когда его возглавлял Путин, работали Алексей Миллер и Дмитрий Медведев. Причем в публикациях подчеркивается, что Медведева трудно отнести к команде питерских либералов. Он, как и Сичин, тесно связан с питерскими чекистами, выделено нами «Авт». Так утверждают, что у него особые отношения с Николаем Патрушевым. Когда будете читать четвертую главу нашей книги, вспомните об этих строчках. Версия о том, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев могли неплохо знать друг друга и до 1990 года не раз высказывалась различными авторами. Мы же обратимся к скрижалям, иначе говоря, к воспоминаниям Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. А здесь тоже есть немало любопытных противоречий и умолчаний. О том, как именно познакомились Путин с Медведевым, в общественном обороте существуют две, так сказать, канонические версии. Автор первой версии – сам Владимир Путин, рассказавший о своем знакомстве с Дмитрием Медведевым в книге «От первого лица». Разговоры с Владимиром Путиным, глава политик, подглавка «С кем возникает чувство локтя». Вот что говорил Владимир Владимирович в начале 2000 года о знакомстве с Дмитрием Анатольевичем. Он работал на кафедре гражданского права в Ленинградском университете, кандидат юридических наук, эксперт хорошего уровня. Во время работы с Собчаком мне там, в аппарате мэрии, нужны были люди. Я пришел за помощью к юрфаковцам, и они мне предложили Диму. Когда я был заместителем мэра, он был у меня советником, работал года полтора. А потом, после тех неудачных выборов, он, естественно, через какое-то время ушел из мэрии и вернулся в университет. Чтобы понять хронологию, необходимо сделать несколько пояснений. Неудачные выборы – это выборы губернатора Санкт-Петербурга, состоявшиеся 3 июля 1996 года, в ходе которых Анатолий Собчак уступил победу своему заместителю, Владимиру Яковлеву. После чего из мэрии Санкт-Петербурга ушли и Путин, и многие другие видны представители команды Собчака. Напомним, что председателем Ленсовета Анатолий Собчак был избран 23 мая 1990 года. 12 июня 1991 года на выборах, проходивших одновременно с первыми выборами президента РСФСР, Собчак избирается мэром Санкт-Петербурга. 28 июня 1991 года мэр Собчак создает комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, назначив его председателем Владимира Путина. С этой должности, с последующими приставками, в 1992 году заместитель мэра Санкт-Петербурга, с марта 1994 года первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С 1995 года, первый заместитель мэра Санкт-Петербурга, Владимир Путин ушел в августе 1996 года. Иначе говоря, как следует из воспоминаний Путина, Медведев работал советником в комитете по внешним связям года полтора до поражения Собчака на выборах 1996 года. То есть примерно с конца 1994 года, начало 1995 года. Но познакомился Путин с Медведевым, как можно понять из воспоминаний Владимира Владимировича, ранее. В период 1990-1991 годов, когда Собчак занимал пост председателя Ленсовета, а Путин был его советником. В биографии Дмитрия Медведева на официальном сайте президента РФ о его работе в этот период сказано. В 1990-1995 годах, советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Таким образом, из официальной версии биографии Дмитрия Медведева получается, что из мэрии он ушел не в 1996 году, как вспоминает Владимир Путин, а примерно годом ранее. Но не в этом дело. О своей встрече с Владимиром Путиным сам Дмитрий Медведев вспоминает в несколько ином ключе «Н. Сванидзе М. Сванидзе Медведев, Санкт-Петербург, 2008, глава о команде Собчака». Собчак, с которым Медведев, будучи студентом ЛГУ, ездил на картошку, сам позвонил своему бывшему ученику в августе 1990 года, пригласив его на работу в Ленсовет. В Мариинский дворец Дмитрий Медведев пришел осенью 90-го и приступил к должности советника председателя Ленсовета по широкому кругу вопросов. Скорее всего, это произошло в сентябре, когда Медведев, защитив кандидатскую диссертацию, вернулся с отдыха. Вспоминая тот период, Дмитрий Анатольевич говорит, что заниматься ему приходилось в основном правовыми вопросами. А вот о встрече и работе с Владимиром Путиным Дмитрий Медведев рассказывает несколько иное, нежели в 2000 году вспоминал сам Путин. Через месяц там появился Владимир Владимирович Путин. Как человек гораздо более опытный, профессионально подготовленный, он через некоторое время стал руководителем группы помощников и советников председателя Ленсовета. То есть он стал старшим среди советников. И вот в таком качестве мы с ним бок о бок проработали год. Иначе говоря, в Ленсовет Путин пришел позднее Медведева. Где-то в октябре 1990 года, и вместе они проработали бок о бок ориентировочно до октября-ноября 1991 года, а потом, а потом, когда 12 июня 1991 года Собчак был избран мыром Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда, Путин перешел на работу в мырию во вновь созданный комитет по внешним связям. Медведев же осенью 1991 года перейти на работу в исполнительный орган муниципального управления не захотел. Свое решение Дмитрий Анатольевич в 2008 году объяснял так. «У меня в тот период возникло ощущение, что я себя в этой сфере исчерпал. Не знаю, почему оно возникло, но, во всяком случае, мне стало казаться, что я должен заняться чем-то другим наукой, практическим правоведением». Очень странное признание. Ведь это был период, когда разрабатывалось новое законодательство. На практическом, повседневном опыте закладывались новые правовые основы муниципального управления. Работа в мырии одного из крупнейших городов СССР давала прекрасную возможность соединить теорию с практикой. Тем более, что Медведев не оставлял преподавательской деятельности на Юрфакилгу. Необходимость соединения теории с практикой косвенно признавал и сам Дмитрий Медведев. В беседе с Николаем и Мариной Сванидзеон, вспоминая о начале своей преподавательской деятельности на юридическом факультете ЛГУ, глава об учебе в университете, замечал, что в начале 1990-х годов студенты такие стали, что, если ты не подготовишься, будешь выглядеть просто полным профаном. Одно дело – рассказывать о праве, как принято было говорить, развитого социализма. А другое дело – рассказывать о праве периода перестройки. Все было в динамике. Очень много было нового. Тем не менее, в октябре-ноябре 1991 года Медведев дистанцировался от работы в мэрии и, как он сам замечает, полностью вернулся на кафедру гражданского права. Правда, с Путиным он договаривается о том, что будет на внештатной основе работать экспертом комитета по внешним связям. Медведев вспоминает, что в Смольном, где располагалась мэрия, он появлялся один-два раза в неделю и с Путиным общался по широкому кругу вопросов. И в таком виде, вспоминал Дмитрий Медведев в 2008 году, мы работали в течение четырех лет, до тех пор, пока команда Собчака не ушла из Смольного по итогам выборов. Наиболее одиозные представители пресловутой команды Собчака, как мы помним, начали покидать Смольный сразу после выборов 3 июля 1996 года. Советником председателя Ленсовета и внештатным экспертом Путинского комитета по внешним связям Медведев, как свидетельствует выше приведенная цитата из воспоминаний самого Дмитрия Анатольевича и как следует из официальной биографии третьего президента РФ на интернет-сайте главы российского государства, был пять лет, а в период с октября-ноября 1991 года в течение четырех лет, соответственно, максимум, до начала 1996 года, Медведев, являясь внештатным экспертом путинского КВС, появлялся в Смольном и общался с Путиным по широкому кругу вопросов, чем же эксперту Медведеву приходилось заниматься в этот период. Еще одна цитата из воспоминаний Дмитрия Анатольевича начала 2008 года. В этот период с Путиным ему приходилось общаться прежде всего, по тем делам, которыми занимался Комитет по внешним связям. Это были правовые вопросы, внешнеэкономические, иногда я ездил в командировки. Кстати, для меня они были очень интересными. Я тогда впервые посетил ряд крупных государств, попробовал себя в решении практических правовых проблем. Все это было крайне интересно. Из слов Медведева недвусмысленно следует, что работа в мэрии исключительно с профессиональной точки зрения его крайне увлекала. Тогда непонятно, почему же этот интерес пропал осенью 1991 года. Причем пропал настолько, что Дмитрий Анатольевич предпочел перейти в категорию внештатных советников путинского КВС. Еще раз напомним, с октября-ноября 1991 года Дмитрий Анатольевич предпочел едва ли не полностью погрузиться в науку, ибо у него возникло ощущение, что в качестве эксперта-консультанта мэрии северной столицы он себя полностью исчерпал. Что, впрочем, не помешало ему с прежней энергией исполнять функции эксперта при путинском комитете, но уже на внештатной основе. В чем тут дело? Безусловно, во всех этих странных, на первый взгляд, оговорках и умолчаниях очевидно проглядывает стремление выстроить некую легенду прикрытия. О чем идет речь? Необходимо учитывать два важных момента. Когда в 2000 году в книге интервью от первого лица Путин вспоминает о своем знакомстве и работе с Медведевым в 1990-1996 годах, он говорит об этом периоде достаточно обтекаемо. Понятно почему. Ставший президентом РФ Владимир, Путин только-только перетянул в Москву Дмитрия Медведева, и у него были достаточно большие планы по поводу карьеры своего бывшего внештатного эксперта. Важно было не запалить перспективный кадр каким бы то ни было упоминанием о его причастности к периоду крайне неприятного полугодия, интерес к которому, когда Путин стал преемником Ельцина, с новой силой прорезался в российских СМИ. Сам Путин говорил о том, что, пригласив Медведева в столицу, хотел предложить ему возглавить федеральную комиссию по ценным бумагам. Он же специалист по рынку ценных бумаг, добавлял Владимир Владимирович в 2000 году. В конце 2007, начале 2008 года ситуация была кардинально иной. Медведев уже был главным претендентом на пост президента России, а это означало только одно. В его биографии не должно быть никаких темных пятен. Поэтому сам Медведев в беседах с Николаем и Мариной звонит за аккуратно, но достаточно четко обходит неприятное полугодие, давая понять вдумчивому читателю бестселлера под названием Медведев, что уже с осени 1991 года он вроде как не был никоим образом причастен к работе мэрии Санкт-Петербурга. Понятно почему. Тот период ознаменовался грандиозным скандалом, в эпицентре которого, помимо Анатолия Собчака, оказался председатель комитета по внешним связям мэрии тогда еще Г. Ленинграда Владимир Путин. Речь, конечно же, идет о масштабной афере, связанной с бартерными поставками из-за рубежа продовольствия для Ленинграда в обмен на сырье из государственных резервов. Денежный эквивалент этой аферы и сегодня поражает своим размахом, но об этом более подробно, во второй главе книги. Зачистка свидетелей. Превращение России из мировой сверхдержавы в нищую страну – одно из самых любопытных событий в истории человечества. Это крушение произошло в мирное время всего за несколько лет. По темпам и масштабу этот крах не имеет в мировой истории прецедента, написал в своей книге американский журналист Пол Хлебников, позже застреленный в Москве. П. Хлебников. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. Москва. 2000. Как верно подметил российский исследователь истории отечественных спецслужб Евгений Стригин, в основном выдвигают две противоположные версии, объясняющие эту загадку Хоховика. Одна из них базируется на том убеждении, что крушение советской системы было неизбежным в силу целого ряда объективных причин, а причастность к нему тех или иных лиц лишь случайность в общей закономерности. Сторонники второй версии считают, что развал Советского Союза произошел вследствие случайного стечения обстоятельств исключительно субъективного характера, которые сдетонировали под воздействием внешних сил. Как видно, и та, и другая версии полностью не исключают наличие враждебных действий заинтересованных лиц, что, с конспирологической точки зрения, трактуется как заговор. Разница заключается лишь в том, в какой именно степени заговорщики, или агенты влияния иностранных держав, смогли повлиять на конечный результат. С нашей точки зрения, их роль была куда более существенной, чем принято считать. Так как данная тема достойна отдельного исследования, сейчас мы обозначим лишь тезис на основные этапы реализации беспрецедентной по своему масштабу и политическим последствиям операции, блестяще проведенной спецслужбами США. Первый этап – вербовка и последующие многолетние карьерные взращивания своих агентов, прежде всего в идеологических структурах газаппарата и КГБ СССР, главном оплоте советского государственного строя. Профессионалам спецслужб хорошо известен такой тактический прием, как инициирование провала своих менее значимых агентов в целях продвижения по служебной лестнице ценного крота, которому идут в зачет успешно проведенные операции. Чем выше в структуре КГБ поднимался крот, тем больше возрастала цена очередного карьерного шага. В отношении контрразведчика Олега Калугина эта задача со стороны ЦРУ упрощалась тем обстоятельствам, что жертвовать приходилось в основном не кадровыми американскими разведчиками, а советскими, из числа перебежчиков и так называемых двойных агентов, которых молодой генерал с изяществом и блеском вычислял. Неоднократно аналогичная мысль высказывалась на страницах СМИ и в отношении бывшего председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, роль которого в известных событиях, связанных с развалом советского государства, сложно переоценить. Не вдаваясь в подробности, просто порекомендуем интересующимся этой темой еще раз посмотреть замечательный американский фильм «Ложное искушение» 2006-Г. В этой шпионской драме главный герой Эдвард Уилсон, по сути, является обратным прототипом генерала КГБ Калугина, и не только из-за внешнего сходства актера Мэтта Дэймона с Олегом Даниловичем в молодые годы. Второй этап – культивирование пятой колонны внутри страны из числа советских интеллигентов, которые негласно сотрудничают с органами газбезопасности и способны к активным политическим действиям. В своей массе они должны обладать такими личными качествами, которые могли бы позволить манипулировать ими продолжительное время в режиме длинного поводка. Внешним толчком к активизации пятой колонны послужили призывы МС «Горбачева» к гласности, ускорению и демократизации, закрепленные директивным образом высшим руководством страны. Одновременно с этим активизировалась работа пятого управления КГБ СССР, которая запустила в действие широкомасштабный алгоритм политической активности, просчитанный еще Ювы Андроповым. Осуществляя внешнее прикрытие действий своих подчиненных, председатель КГБ СССР В. Крючков поручил функции главного координатора Андроповской схемы генералу Ф.Д. Бабкову, который непосредственно направлял усилия таких кураторов на местах, как А.Д. Калугин. Суть приведенного в действие алгоритма заключалась в том, чтобы на низовом уровне оперативной работы, 5-е управления и отделы Виктор Черкесов и ему подобные душители инакомыслия, жестко нейтрализовывать политическую активность таких неуправляемых диссидентов, рвущихся к идеалам демократии, как Новодворская и ей подобные, а на уровне высшего звена офицерского состава территориальных управлений, наоборот, побуждать к проявлению публичной политической активности таких фигур, как Собчак и ему подобные. Разделение новоявленных демократов на две категории, ручных и диких, позволило в дальнейшем выстраивать весьма эффективные схемы политического манипулирования, что с успехом применяется и по сей день системная и внесистемная оппозиции. Стали создаваться всевозможные клубы избирателей и прочие формы концентрации протестных настроений, проводиться политические дискуссии и митинги. Третий этап – инсценировка попытки государственного переворота со стороны реакционных сил, который завершается позорным провалом благодаря консолидации демократических сил. Формальные институты власти советского государства, не способные противостоять силам реакции, утрачивают свою легитимность в глазах народа, и все рычаги государственного управления переходят в руки демократов из категории ручных. Так называемый августовский путч. 1991 года явился последней блестящей спецоперацией, проведенной председателем КГБ СССР генералом армии Владимиром Крючковым, который, стоически претерпев 17-месячное заключение в матросской тишине, отошел от дел и принялся за мемуары, дабы самому успеть залегендировать свое участие в развале Советского Союза. При его жизни в свет вышло четыре книги. Его бывший заместитель, возглавлявший 5-е управление КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков, покинувший контору за несколько месяцев до ГКЧП, уже через год после путча формировал частный мини КГБ для олигарха Владимира Гусинского, а потом, как и Крючков, засел за мемуары. Уже издано две книги. Генерал-майор КГБ Олег Калугин с 1995 года проживает в США, выступает с публичными лекциями и тоже пишет мемуары. В 2003 году он получил американское гражданство. Еще в начале 2000 года бывший коллега Калугина по ленинградскому УКП, Владимир Путин, исполнявший на тот момент обязанности президента РФ, назвал генерала предателем. В 2002 году по заочному приговору Московского городского суда Олег Калугин был лишен воинского звания генерал-майора и всех государственных наград СССР, а также персональной пенсии. Мосгорсуд признал Калугина виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судя по всему, такой неглупый человек, как Олег Калугин, сумел себя обезопасить солидным компроматом на Владимира Путина и его ближайшие окружения, так что его жизни, пока на кону, репутация национального лидера ничего не угрожает. К тому же его тщательно охраняют американские спецслужбы, которых сам же Калугин со знанием дела и научил мерам предосторожности Анатолию Собчаку и его бывшему помощнику Юрию Шутову повезло значительно меньше. Впрочем, о загадочной смерти Собчака в следующей главе. А вот что касается Юрия Титовича. Как уже было сказано выше, на него повесили не только убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, но и целый ряд других громких преступлений. В феврале 1999 года, когда Путин возглавлял ФСБ России, Юрий Шутов был арестован. Два с половиной года он находился в Крестах, пока длилось следствие, и еще четыре с половиной года, пока его дело рассматривал суд. Пока сидел в тюрьме, он выиграл выборы в Госдуму, но депутатский мандат, равно как и свободу, Юрий Шутов не получил. В ноябре 1999 года, когда Путин уже занимал пост председателя правительства РФ, Юрий Шутов после оглашения оправдательного вердикта был освобожден в зале суда и сразу уже схвачен бойцами собра, которые припроводили его снова в тюрьму. 17 февраля 2006 года его приговорили к пожизненному заключению. По словам самого Юрия Шутова, вся его вина состоит в непримиримой борьбе с варьем, разграбившим нашу родину и обворовавшим наш народ. Произошло то, что и должно было произойти после развала Советского Союза, осуществленного в интересах США верхушкой КГБ. Все рычаги государственного управления оказались в руках тех чекистов, которые на низовом уровне манипулировали ручными демократами и готовили себя к новым временам. Времена управляемой демократии позволили им не только в своих интересах распределить национальную собственность и вкусить все прелести буржуазной жизни, но и сохранить при этом тотальный контроль над обществом. Все случилось именно так, как и было предусмотрено меморандумом 21 СНБ США от 18 августа 1948 года, в очередную годовщину которого был разыгран спектакль под названием «ГКЧП». После чего мавры, сделавшие свое дело, ушли на покой. А излишне проблемных свидетелей, наблюдавших изнутри всю кухню национального предательства, попросту зачистили. Глава 2. Круговая порука. Критикуя лидеров в несистемной оппозиции, таких, как Михаил Касьянов, Борис Немцов или Владимир Рыжков, премьер-министр Владимир Путин прямо указывает на то, что нынешние борцы с политическим режимом хотят лишь одного – денег и власти. Они, дескать, изрядно поураганили в 90-е, а теперь стремятся вернуть все на прежний лад, чтобы, как и прежде, можно было разворовывать Россию. При этом Владимир Владимирович в своем негодовании пытается выглядеть настолько искренним, что кажется, будто он сам родился только в 2000 году под бой кремлевских курантов, причем сразу – президентом и рыв, и все, происходившее в стране до него, не имеет к нему ровным счетом никакого отношения. Но так ли это? Группа Сальи против Путина и Собчака. Основная стадия скандала с поставками в город на Неве продовольствия по бартеру пришлась на начало 1992 года. Формально Дмитрий Медведев к этому делу не имел ни малейшего отношения. Как мы помним, к осени 1991 года у Дмитрия Анатольевича возникло ощущение, что он исчерпал себя как юрист-эксперт, работающий в области муниципального управления, и, более того, ему стало казаться, что он должен заняться наукой и практическим правоведением, то есть вернуться на преподавательскую работу в ЛГУ. Ну а возглавляемый Владимиром Путиным комитет по внешним связям он немножко, совсем чуть-чуть консультировал по правовым и внешнеэкономическим вопросам, являясь одним из внештатных экспертов КВС. Но было ли все именно так на самом деле? Думается, нет. В реальности события развивались совершенно по другому сценарию. О деле группа Сальи против Путина и Собчака федеральные и международные СМИ начали говорить с января 2000 года, с того момента, когда главный герой питерского скандала начала 1990-х был выдвинут в качестве преемника Бориса Ельцина на пост президента России. О нюансах и деталях этого противостояния сегодня без особого труда можно найти массу материалов в интернете, печатных СМИ, а также в изданных к настоящему моменту книгах. Для того чтобы понять, как именно во время лицензионного скандала Путин и Медведев оказались в столь тесной связке друг с другом, напомним вкратце хронику развития событий в 1991-1992 годах. К лету 1991 года ситуация с поставками продовольствия на прилавки магазинов северной столицы стала принимать угрожающий характер. Ленинград в этом плане не особо выделялся среди других российских городов. Аналогичная критическая ситуация с продовольствием наблюдалась по всей стране, но город на Неве имел свою специфику. После августовского путча 1991 года президент Борис Ельцин и российское правительство долго не решались начинать экономические реформы, в то время как бывшие советские республики Прибалтики отпустили цены. В качестве естественного результата начался бешеный вывоз в Эстонию, Латвию и Литву остатков продовольствия, которое в Ленинграде продавалось по установленным государствам розничным ценам. Это привело к тому, что в октябре 1991 года сессия Ленсовета приняла решение о введении в городе продовольственных карточек. Журналист-расследователь Владимир Иванидзи в своей статье «Спасая подполковника Путина в начале 2010 года» так описывал события тех лет. Депутат Ленсовета Марина Сальи вместе с коллегами еще в мае 1991 года выезжала в Германию, где группе ленинградских парламентариев удалось договориться с несколькими немецкими фирмами о поставках дешевого продовольствия. Поставлять продовольствия немцы были готовы по бартерной схеме, взамен на встречный экспорт сырья. Для поставок сырья требовалось выделение экспортных квот правительством РСФСР. Марина Салья, возглавлявшая в Ленсовете комиссию по продовольствию, уже в сентябре 1991 года потребовала от мэрии. Напомним, что мэром города 12 июня того же года был избран Анатолий Собчак, пробить в федеральном правительстве выделение экспортных квот на вывоз сырьевых ресурсов, с тем чтобы поставки продовольствия из-за рубежа можно было осуществлять по бартерной схеме. На неоднократные обращения депутатов мэрия фактически до конца декабря 1991 года хранила гробовое молчание. К первым числам января 1992 года депутатам стало известно, экспортные квоты правительства РСФСР выделило Санкт-Петербургу еще в начале декабря, и вроде бы сырье в обмен на продовольствие уже начало уходить за рубеж. Причем всем этим процессом распоряжается комитет по внешним связям мэрии во главе с Владимиром Путиным. Но никакой информации об этих операциях депутатам почему-то не предоставлялось. 10 января 1992 года на 13-й краткой сессии линсовета депутаты приняли решение о создании комиссии, которая детально и прояснила бы ситуацию. Эту депутатскую группу возглавила Марина Солье, заместителем стал Юрий Гладков. Работе группы большую помощь оказал председатель линсовета Александр Беляев. Одной из первых инициатив группы Солье стал вызов на ковер в линсовет самого Владимира Путина. Председателя комитета по внешним связям мэрии депутаты линсовета заслушали на специальном закрытом заседании 14 января 1992 года. Владимир Путин представил парламентариям всего лишь небольшую справку, весь объем которой уместился на двух страничках, но и приведенные в ней цифры были чрезвычайно любопытными. Владимир Путин ссылался на поручение правительства РФГ 5 00931 от 09 января 1992 года, согласно которому для обеспечения Санкт-Петербурга продовольствием и проведения товарообменных операций городу из государственных резервов было выделено 750 тысяч кубометров леса и лесоматериалов. На тот момент такой объем лесоматериалов вырабатывала вся Ленинградская область в год, 150 тысяч тонн нефтепродуктов, 30 тысяч тонн лома черных металлов, 120 тысяч тонн хлопковолокна, 1 тысяча тонн аммиака, 20 тысяч тонн цемента, 1 тысяча тонн меди, 1 тысяча тонн алюминия, 14 тонн редкоземельных металлов, тантал, ниобий, цирий, циркони и три, скандий и терби и пыр. Достаточно быстро обнаружились весьма серьезные расхождения между представленными Владимиром Путиным данными в сторону занижения объемов поставок по сравнению с реальными договорами и лицензиями, уже заключенными и выданными путинским КВС. Обнаружились разночтения и в ценах на вывозимые за рубеж сырье. Когда группа сырье пыталась получить от Путина дополнительные документы, то постоянно натыкалась на отказ со стороны председателя комитета по внешним связям мэрии. Невозможность предоставления необходимых депутатам материалов Владимир Владимирович обосновывал необходимостью соблюдения коммерческой тайны. Ситуация получалась парадоксальная. Сырье для экспорта в обмен на продовольствие по определенным правительствам и РСФСР квотам было выделено государственными предприятиями, но через какие компании и на каких условиях оно отправлялось за рубеж, являлось коммерческой тайной Путина и Собчака. Впрочем, группа сырье, невзирая на сопротивление Владимира Владимировича и Анатолия Александровича, достаточно быстро вскрыла истинные масштабы продовольственной аферы Санкт-Петербургской мэрии. По весьма осторожным подсчетам депутатской группы Марины Салье, в результате только ценовой разницы на поставляемые в Санкт-Петербург продукты питания город должен был потерять 11,5 миллиона. Что же касалось, к примеру, экспортируемых за рубеж редкоземельных металлов, то цены на них занижались в 7-20 раз, а по некоторым позициям, в частности, по скандию, в 2000 раз. Дабы не углубляться в излишние детали, приведем две весьма красноречивые цитаты из уже упоминавшейся статьи Владимира Иванидзе «Спасая подполковника Путина». Цитата первая. Редкоземельные металлы по лицензиям Путина должно было вывозить совместное предприятие Джекоб, созданное в Петербурге 17 сентября 1991 года, согласно базе данных регистрационной палаты Санкт-Петербурга, с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Треть принадлежала господину Петеру Бахману из Германии. Еще 55 небольшому предприятию Каприс, известно также как Киприс, директором и совладельцем которого был указан некий Геннадий Мамидов. Другим учредителем стал Антпо Бори, создавший в один весенний день целую сеть компаний для печатания книг и оказания оздоровительных услуг. Очень полезна для экспорта редкоземельных металлов. К тексту своего выступления перед депутатами Ленсовета 14 января 1992 года Владимир Путин добавил таблицу объемов экспортируемого сырья и цен на него по каждой из фирм, которая получила лицензию на экспортные операции от путинского КВС. В связи с этим, вторая цитата из статьи Владимира Иванидзе. Согласно этой таблице, московская компания Интеркомцентр, глава которой, Григорий Мирошник, был дважды судим, в обмен на 150 тысяч тонн нефтепродуктов должна была поставить Петербургу в первом квартале 1992 года по 100 тысяч тонн мяса, сахара и картофеля. Однако в договоре с Интеркомцентром, который Путин не показывал депутатам, имелись совсем другие объемы. Согласно договору, в том же Ай-квартале 1992 года Интеркомцентр должен был поставить мороженое мясо – 300 тысяч тонн, сахар – 300 тысяч тонн и картофель – 300 тысяч тонн. Все очень масштабно. Но проблема в том, что это были совершенно невыполнимые условия. Чтобы стали понятны эти объемы, достаточно сказать, что даже всей Москве понадобилось бы 3-4 месяца, чтобы съесть 300 тысяч тонн мяса. Кроме того, реальная цена мороженого мяса в начале 1992 года могла быть только в пределах 1 тысяча-2 тысячи долларов за тонну. Это значит, что только за мясо Интеркомцентр должен был заплатить на Западе как минимум 300 миллионов долларов, не считая сахара и картофеля. И это – в обмен на 150 тысяч тонн нефтепродуктов, которые стоили тогда примерно 30 миллионов долларов. 13 марта 2000 года в новой газете была опубликована статья Олега Лурье «Колбаса для Питера». Как В.Путин пытался спасти свой город от голода, автор которой, ссылаясь на документы депутатской группы Марины Солье и материалы, собранные к тому моменту Владимиром Иванидзе, отмечал ряд наиболее очевидных, бросавшихся в глаза нарушений. Большинство договоров между Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, руководитель В.Путин и фирмами-посредниками подписано без указания дат, многие не скреплены подписями и печатями, в некоторых документах отсутствуют приложения, зато имеются подчистки, исправления и даже обычные математические ошибки. Ряд договоров составлен на финском языке, причем русский перевод отсутствует. Кроме этого, на лицензиях зачастую нет регистрационных номеров, названия изготовителя товара, данных покупателя и не указана информация о том, за счет какой квоты происходит продажа сырья. Вышеприведенные факты, по мнению депутатской комиссии, делают незаконными большинство договоров и лицензий. Также весьма загадочно само ценообразование в этих договорах. Так, за одни и те же пиломатериалы в договоре 4 стоит цена 110 долларов за тонну, а в договоре 9 указана цена в 140 долларов. Лом черных металлов оценивается в договоре 6 в 50 долларов за тонну, а его реальная цена в Чехословакии, куда поставлялось сырье, составляет не менее 410 долларов за ту же тонну. В договорах 3, 5, 7, 9 сахар оценен в 280 долларов за тонну, а его действительная цена в то время не превышала 200 долларов. Кроме того, члены депутатской группы под руководством Марины Солье выяснили, что практически все контракты на поставки из-за рубежа продовольствия было поручено осуществлять явно подставным компаниям, то есть фирмам однодневкам, а сами схемы поставки продовольствия в обмен на сырье были не такими уж и бартерными. Комиссионное вознаграждение некоторых из фирм-посредников достигало 25 и даже 50 процентов от всей суммы сделки. В марте 2000 года в докладе для общественного фонда согласность, текст назывался «Вы Путин, президент коррумпированной олигархии». Марина Солье заметила, что общая сумма комиссионных выплат, предусмотренных 12 договорами между КВС и фирмами-посредниками, превысила в общей сложности сумму в 34 млн, что в среднем составляло 37 от общей цены этих договоров. Стало известно и то, что фирмам, уполномоченным, согласно выделенным квотам, продавать за рубеж сырье из газрезервов, комитет по внешним связям мэрии выдавал лицензии, чего КВС, согласно действовавшему на тот момент законодательству, делать категорически не мог. Еще 31 декабря 1991 года правительство РФ издало постановление 90, которое называлось так «О лицензировании и эквотировании экспорта и импорта товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации в 1992 году». Согласно этому постановлению, выдача, в частности, экспортных лицензий находилась исключительно в компетенции Министерства внешних экономических связей и РФ МВЭС. До 1992 года министерство имело статус комитета. Для осуществления экспортно-импортных операций МВЭС, в свою очередь, имело в регионах страны специальных уполномоченных, которые наделялись и правом лицензирования. Уполномоченным МВЭС по северо-западному региону Российской Федерации на тот момент являлся Анатолий Пахомов. Таким образом, Комитет по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга во главе с Владимиром Путиным не имел никакого права выдавать лицензии на экспорт сырья. Однако КВС эти лицензии выдавал. В ходе работы депутатской группы во главе с Мариной Салье также выяснилось, что выдача лицензий должна была осуществляться только исключительно по результатам аукционов и тендеров, каковых возглавляемый Владимиром Путиным комитет по внешним связям мэрии, естественно, не проводил. Позднее, в 2000 году, сам Владимир Путин в книге от первого лица утверждал прямо противоположное. Лицензии мы не имели права давать. В том-то все и дело. Лицензии давали подразделения Министерства внешнеэкономических связей. Эта федеральная структура, не имевшая никакого отношения к администрации города, глава-демократ, подглавка «Он высох в смысле души». А вот что писал Владимир Путин 14 января 1992 года в представленной депутатом Ленсовета и уже упоминавшейся ранее справке о состоянии дел по выдаче лицензии под обеспечение города продовольствием, которая в числе прочего была предоставлена депутатской группе Марины Салье. Финальный абзац этой справки гласил. По состоянию дел на 1301-92 Г, Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга выданы лицензии, перечень и объемы которых приведены в таблице. Председатель Комитета по внешним связям В, Путин. Подпись. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять. В одной из двух приведенных выше цитат Владимир Путин лжет. Исходя из сказанного ранее, понятно, в каком именно случае лжет национальный лидер. Конечный итог событий в версиях противоборствовавших сторон носил откровенно альтернативный характер. Согласно воспоминаниям Владимира Путина, от первого лица, глава демократ, под главка он высох в смысле души, некоторые фирмы не выполнили главного условия договора, не завезли из-за границы продукты или завезли не в полном объеме. Согласно воспоминаниям Марины Салье, получалась иная картина. Так как договоры заключались и лицензии выдавались фактически подставным компаниям, фирмам-однодневкам, нет ничего удивительного в том, что продовольствие в обмен на сырье в первом квартале 1992 года в Санкт-Петербург так и не было поставлено. То есть не было поставлено вообще ничего. Суммы причиненного тогда экономического ущерба в разные годы назывались разные. В докладе, подготовленном в марте 2000 года для общественного фонда «Гласность», Марина Салье написала, «В. Путин украл у своих горожан единственную тогда возможность получить продовольствие за счет бартерных операций. В. Путин лишил своих сограждан не только продовольствия, но еще и не менее 100 млн. долларов. В действительности же сумма была гораздо более значительной. Правительство РФ выделило квоты на ресурсы, общая стоимость которых составляла около 1 млрд. долларов. Точно известно, что испарилось 997 тонн особого чистого алюминия марки опять стоимостью более 717 млн. долларов. Договоры и лицензии на этот вид ресурсов депутатской группе не были предъявлены. Вероятно, именно из-за этой астрономической цифры 717 млн. долларов. И. В. Путин и П. Авин вздрагивают лишь при упоминании таких слов, как 1992 год, бартер, металлы. Точно так же исчезло неизвестно куда 20 000 тонн цемента. Осталась неизвестной судьба также 100 000 тонн хлопка на сумму 120 млн. долларов и т.д. и т.д. Таковы факты. У истоков правового нигилизма 22 января 2008 года Дмитрий Медведев, уже в качестве официального кандидата в президенты России, принял участие в масштабном мероприятии под названием «Два гражданский форум», который состоялся в Москве. В этот день, как сообщала, в частности, газета «Труд» в номере от 23 января 2008 года, Дмитрий Анатольевич впервые произнес свой знаменитый тезис о пренебрежении россиянами нормами действующего законодательства. Кандидат в президенты России тогда, помимо прочего, заявил, «Россия – страна правового нигилизма, таким уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна европейская страна. Есть весомые основания полагать, что Дмитрий Анатольевич прекрасно знал то, о чем говорил продовольственная афера 1991-1992 годов, безусловно, не являлась чем-то уникальным для России периода первоначального накопления капитала. Но в ней, как в капле воды, четко видны те тенденции, которые потом получили в нашей стране бурный рост и дальнейшее творческое развитие. В продовольственной афере мы видим истоки того самого правового нигилизма, наличие которого в общегосударственном масштабе через 16 лет зорко подметит юрист Дмитрий Медведев. На примере петербургской продовольственной аферы сейчас, по прошествии 20 лет, очень хорошо видно, что фундамент пресловутого правового нигилизма в России закладывался, мягко говоря, не в последнюю очередь именно теми, кто по долгу службы обязан был стоять на страже буквы и духа закона, чиновниками муниципального и государственного уровня, сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Понимали ли тогда, в 1991-1992 годах участники петербургской бартерно-продовольственной аферы, как, с точки зрения уголовного права, классифицируется то, чем они занимаются? Конечно. О чем в очередной раз свидетельствуют документы группы депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье, понимая, что коммерческую тайну сохранить не удастся, еще 4 декабря 1991 года председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин направляет письмо на имя председателя Комитета по внешним экономическим связям РСФСР Петра Авина. Не исключено, что письмо это было оформлено задним числом, когда лицензионной деятельностью КВС плотно заинтересовались депутаты Ленсовета. Для установления оперативного контроля по запродажам на экспорт сырья и материалов права на распоряжение квотами и выдачу в соответствии с ними экспортных лицензий прошу предоставить комитету по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Председатель комитета ВВ. Путин. Подпись. Это письмо, копию которого можно обнаружить в печатных интернет-источниках, вызывает много вопросов. Именно этим документом и руководствовался КВС во главе с Владимиром Путиным, выдавая лицензии на вывоз за рубеж сырья на многие и многие миллионы долларов. Не надо обладать глубокими познаниями в области юриспруденции, чтобы понять, сколь юридически ничтожными были все эти бумажки. Плохо читаемая резолюция на этом письме гласит разрешить выдачу квоты лицензии по указанной номенклатуре КВС в указанных количествах мэрии Санкт-Петербурга до 15.11.91. Видно, что в цифре, обозначающей год, 91, единица исправлена на двойку. Под разрешением стоит чья-то подпись, вроде бы Петра Авина. Справа стоит гриф «Согласовано». Его датировка вызывает большие вопросы. Формально, если верить тому же Путину, дату следует читать так. 9 января 1992 года. Но цифра, обозначающая число месяца, больше похожа на пятерку, нежели на девятку. Порядковый номер месяца также вызывает вопросы. То ли это двойка, написанная римской цифрой 2, то ли это и в самом деле обозначение ноября, сделанное двумя арабскими единицами. Над датой этой визы стоит чья-то подпись, вроде бы это автограф Егора Гайдара. Правда, если сравнить этот автограф с подписью Гайдара на письме, адресованном Егором Тимуровичем в январе все того же 1992 года председателю таможенного комитета РФ Круглову, об этом письме, чуть позже, легко сделать вывод. Один из этих автографов Еты Гайдару явно не принадлежит. Ниже видим еще один автограф. Подпись Гайдара Еты, подтверждаю, под которым стоит подпись с проблемно читаемой расшифровкой без указания даты. Все это венчает печать, в центре которой мы видим надпись. Отдел кадров 2, а по окружности печати значится администрация президента РСФСР. Разрешение на осуществление внешнеэкономической деятельности тогда давал только комитет по внешнеэкономическим связям правительства РСФСР. Стало быть, под разрешением мэрии Санкт-Петербурга на распоряжение квотами и выдачу лицензий на экспорт сырья за рубеж должна была стоять. Подпись председателя Квес Петра Авина. Допустим, это разрешение должен был завизировать заместитель председателя правительства РСФСР Егор Гайдар, либо сам глава российского правительства, которым в период с 6 ноября 1991 года по 15 июня 1992 года, одновременно исполняя обязанности президента РСФСР, руководил Борис Ельцин. Но, как несложно догадаться, это, опять-таки, должны были оформить письменно на официальном бланке либо Квес, либо правительства РСФСР. Почему подпись Егора Гайдара заверяет сотрудник администрации президента РСФСР? Почему эта печать относится к подразделению отдела кадров АП и причем здесь вообще администрация президента РСФСР, если все вопросы, касающиеся внешнеэкономической деятельности, на тот момент относились исключительно к сфере компетенции российского правительства. Но даже если признать за факт, что на прошении Путина и в самом деле стоит разрешительная резолюция АВИНА и это разрешение согласовано с Гайдаром, все равно остается много вопросов. Итак, допустим, что на прошении Путина и в самом деле стоит подпись Гайдара. Допустим, она датирована 9 января 1992 года. Почему же в таком случае подписывать договоры с фирмами-подрядчиками на вывоз сырья и выдавать им лицензии возглавляемой Путиным КВС начал еще до этой даты, с конца декабря 1991 года. Например, разовая лицензия, выданная АСТФИВИКОР на вывоз 50 тыс кубометров древесины в соседнюю Финляндию, была подписана лично Путиным 26 декабря 1991 года. Почему, на каком основании? Такие же резонные вопросы возникли и у начальника Санкт-Петербургской таможни Владимира Степанова, который не воспринимал предоставляемые мэрией Санкт-Петербурга бумажки в качестве разрешения правительства РСФСР на выдачу КВС мэрии лицензий на экспортные операции. В Г. Степанов тогда же, в январе 1992 года, обращается к председателю таможенного комитета РСФСРА Круглову с просьбой подтвердить полномочия путинского КВС. Круглов, в свою очередь, адресует эти вопросы зампреду российского правительства ЕТЭ Гайдару. Гайдар не позднее 14 января 1992 года. Недвусмысленно отвечает Круглову в том ключе, что правительство РФ не предоставляло права выдачи лицензии каким-либо другим государственным органам или организациям, и просит главу таможенного комитета дать указание не пропускать грузы по лицензиям, оформленным государственными органами или организациями, на то неуполномоченными. По таможенной вертикали директива Гайдара тут же спускается вниз. Указание председателя таможенного комитета России в Санкт-Петербурге было исполнено в полной мере. Как только запрет на экспорт сырья вступил в действие, Владимир Путин 27 января 1992 года направляет тревожное послание на имя начальника Санкт-Петербургской таможни Владимира Степанова с просьбой незамедлительно дать указание на выпуск экспортных товаров, ссылаясь на якобы имеющееся распоряжение правительства РФ от 090192 Г. Из таможни 30 января 1992 года Владимир Путин получает ответ, в котором, в частности, перечислены замеченные таможенниками нарушения, а также содержится просьба, адресованная председателю КВС Путину, рассмотреть экономическую целесообразность совершенных комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга сделок. Происходившим в Санкт-Петербурге беспределом заинтересовались тогда и представители федеральных структур. В начале февраля 1992 года уполномоченный Министерство внешних экономических связей по северо-западному региону Анатолий Пахомов направил главе министерства Петру Авину письмо, в котором объяснял шефу суть нарушений с лицензиями. Пахомов, в частности, подчеркивал, что выделенные квоты не подтверждены, как того требуют законы и постановления правительства РФ в Министерстве экономики и финансов. Кроме того, Пахомов, кратко проанализировав лишь несколько договоров и лицензий, заключенных и выданных КВС во главе с Путиным, сделал вывод, эти бумажки юридически значимыми документами признавать нельзя, ибо при их подготовке нарушены все правила составления таких документов. В феврале 2010 года Марина Салье, проживающая ныне в одной из деревень Псковской области, дала обширное интервью корреспонденту Радио Свобода. О том, какие махинации с ценами на вывозимое за рубеж сырье осуществляли Собчак и Путин, и о том, какая реакция последовала на обращение депутатов Ленсовета, Марина Евгеньевна, в частности, рассказала следующее. Что касается Скандия, в контракте указана цена 72,6 дойч марки. В реальности цена самого дешевого Скандия 2000 долларов за килограмм. Это в 40 раз выше цены, указанной в контракте. А в 1992 году, когда этот металл был вывезен, цена на металлический порошок Скандия составляла 372,00 долларов за килограмм. В сотни раз выше Скандия было вывезено 7 килограммов. Вот и умножьте. В целом по этим контрактам речь шла о миллионах, о десятках миллионов долларов прибыли. Когда Егор Гайдар спохватился, что в Петербурге происходит что-то невероятное с этим бартером, он отреагировал. А спохватился он потому, что я известила Федора Шкруднева, на тот период исполнявшего обязанности представителя президента РФ в Санкт-Петербурге. В этом мне очень помогал тогдашний председатель Ленсовета Александр Беляев. Все наши материалы мы, кроме того, отослали Егору Гайдару. Обращение Марины Солье к представителю президента РФ в Санкт-Петербурге также не осталось без последствий. В феврале 1992 года Федор Шкруднев направил письмо уполномоченному МВС по северо-западному району Анатолию Пахомову, в котором попросил того не производить оформление лицензии по квотам, выделенным Комитету внешних связей мэрии. Свою просьбу Шкруднев объяснил тем, что на все его запросы в КВС о выданных лицензиях он так и не получил ответа. Фактически это был конец. Продовольственная афера на этом вполне могла завершиться очень крупными неприятностями для мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. А его подчиненному, Владимиру Путину, такой финал грозил реальным возбуждением уголовного дела. Уже в конце января 1992 года как для Собчака, так и для Путина стало совершенно очевидно, к каким выводам придет группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Солье. Положение надо было спасать любой ценой. И правовой нигилизм восторжествовал. Уже тогда откровенно противозаконные деяния предпочитали обозначать более политкорректной формулировкой. Политическая целесообразность, что мы имеем в виду. Вот как развивались события дальше. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак обращается напрямую к заместителю председателя правительства РФ Егору Гайдару. В своем письме, датированном 27 января 1992 года, он витиевато просит подтвердить право мэрии Санкт-Петербурга выдавать лицензии и, более того, просит освободить осуществляющие экспортные операции фирмы посредники от обязательной продажи государству части валютной выручки. Что интересно, в этом письме Анатолий Собчак ссылается на некое разрешение Егора Гайдара, дающие мэрии Санкт-Петербурга право выдавать экспортные лицензии. Это разрешение, как следует из письма Собчака, оказывается, вице-премьер Гайдар выдал еще 5 декабря 1991 года, мотивируя необходимость принятия решений, весьма двусмысленных с точки зрения действовавшего на тот момент законодательства РФ. Анатолий Собчак выдвигал откровенно спекулятивные тезисы из разряда так называемой политической целесообразности. Дескать, если не узаконить то, что уже успела наворотить мэрия Санкт-Петербурга, население останется без продовольствия, а мэрия и областная администрация, как органы местной власти, потеряют авторитет среди населения. В этой связи возникает естественный вопрос. Были ли в курсе разворачивавшиеся в Санкт-Петербурге аферы главам ВС Петр Авин и зампред правительства РФ Егор Гайдар? Можно сформулировать этот вопрос и более жестко. Были Авин и Гайдар вдоль с Собчаком, Путиным и теми, кто за ними стоял, или нет? Увы, но, скорее всего, да. Иначе чем объяснить тот факт, что Егор Гайдар так старательно избегал ставить свой автограф на документах, дававших Собчаку и Путину возможность в массовом порядке гнать сырье за рубеж, не поставляя взамен в Санкт-Петербург ни килограмма продовольствия. Так вот, на письмо Анатолия Собчака, адресованное Егору Гайдару, последовал ответ от Петра Авина. На Собчаковском обращении стоят две визы за подписью главы МВС РФ. Первая из них гласит «Поддерживаю без изменения квоты экспортных пошлин». Вторая виза уточняет, по экспортным пошлинам согласен по договорам заключенным между мэрией и поставщиками до 15.1.92. В. Путину под личную ответственность, спасая не только своего подчиненного, но и, конечно же, самого себя. Анатолий Собчак в тот же период времени ориентировочно в феврале-марте 12.1.1992 года пробил подписание любопытного документа – протокола о сотрудничестве между мэрией Санкт-Петербурга и Министерством внешних экономических связей РФ. Основной упор в этом сотрудничестве делался на то, чтобы, пусть и постфактум, прикрыть те вопиющие нарушения, которые мэрия уже допустила в деле выдачи экспортных лицензий и заключения договоров на поставки продовольствия в обмен на экспорт сырья. Для этого, как определено в пункте 1 протокола, общие положения МВС выделяет из состава своего управления по северо-западному региону РФ отделение МВС по Санкт-Петербургу в отдельную структуру и передает его в подчинение Комитету по внешним связям мэрии во главе с Владимиром Путиным. При этом отделение уполномоченного МВС России в Санкт-Петербурге становится органом двойного подчинения. По вопросам внешнеэкономической деятельности оно подчиняется напрямую МВС РФ, а вот по всем остальным – мэрии города. И еще, руководителя этого самого органа двойного подчинения назначает мэр Санкт-Петербурга по согласованию с МВС. Вскоре, 23 марта 1992 года, Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов заслушал отчет рабочей депутатской группы по вопросу квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров на территории Санкт-Петербурга. Отчет был подписан народным депутатом РСФСР и Санкт-Петербургского горсовета МЕ. Солье и ее заместителем – народным депутатом Санкт-Петербургского горсовета ЮПы. Гладковым. Восьмой. Заключительный раздел этого отчета содержал пять совершенно убойных пунктов, как для Путина, так и для самого Собчака. 8.1. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города. 8.2. Отстранить Путина в В. Аникина АГ. Заместитель Путина по КВС, также имел право подписи при выдаче лицензий от занимаемых должностей. 8.3. При назначении нового руководителя КВС мэрии председателю совета согласовать кандидатуры с мэром города. 8.4. Изъять у КВС мэрии и других комитетов мэрии право на ведение коммерческой деятельности. 8.5. Дальнейшую реализацию квот и лицензий проводить в строгом соответствии с постановлением правительства РФ от 31-12-91Г, а также по согласованию с Комитетом по международным и внешнеэкономическим связям Горсовета. Через день, 25 марта 1992 года, Министерство внешних экономических связей Российской Федерации за подписью министра Петра Авина издает приказ 172. На этот раз документ оформлен как полагается. Фирменный бланк – печать. Приказ является результатом пролоббированного Анатолием Собчаком протокола о сотрудничестве между мэрией Санкт-Петербурга и МВС. Согласно этому приказу предписывается, помимо прочих мероприятий, в трехдневный срок выделить из состава управления уполномоченного МВС по северо-западному региону РФ отделение по Г. Санкт-Петербургу в количестве 8 штатных единиц назначить по представлению мэрии Г. Санкт-Петербурга его руководителя. Материалы отчета депутатской рабочей группы во главе с Мариной Салья направляются в прокуратуру Санкт-Петербурга. Прокуратура, как вспоминала Марина Евгеньевна, долго не отвечала, а потом из этого уважаемого органа в Ленсовет пришла эпистола, в которой было сказано, что прокуратура вызывает по продовольственному делу секретаря Ленсовета Голубева, который не имел ни малейшего отношения ни к продовольственной афере, ни к обстоятельствам депутатского расследования. После чего Марина Салья отвезла материалы отчета своей депутатской группы начальнику контрольного управления администрации президента РФ Юрию Болдыреву. Реакция Болдырева была мгновенной. 31 марта 1992 года он направляет официальное письмо на имя главы МВС Петра Авина следующего содержания. Уважаемый Петр Олегович, в контрольное управление администрации президента Российской Федерации поступили материалы от депутатов рабочей группы Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов, свидетельствующие о возможной необходимости отстранения председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Путина ВВЭ от занимаемой должности. В связи с этим прошу вас не рассматривать вопрос о назначении Путина ВВЭ на какие-либо должности впредь до рассмотрения этих материалов контрольным управлением. Позднее в интервью Радио Свобода, эфир от 9 марта 2010 года, Юрий Болдырев вспоминал, что Петр Равин его письмо проигнорировал. А проверка деятельности мэрии Санкт-Петербурга в связи с высокой загруженностью контрольного управления АПРФ несколько раз переносилась. Сначала с марта, на апрель, затем на май 1992 года. Когда же проверка состоялась, то были выявлены, по словам Юрия Болдырева, достаточно существенные факты. Для дачи объяснений в контрольное управление вызывались и Собчак, и Путин, и практически все заместители мэра Санкт-Петербурга. Причем руководители инспекции контрольного управления АПРФ, ранее выезжавшие в Санкт-Петербург, обратили внимание на то обстоятельство, что руководство мэрии города первоначально в принципе отказывалось давать какие бы то ни было объяснения по выявленным нарушениям. Вскоре Анатолий Собчак назначил Владимира Путина уполномоченным в СПО Санкт-Петербургу. Кандидатура Путина, естественно, прошла успешное согласование в Министерстве внешних экономических связей и рыв. Через весьма непродолжительное время Владимир Владимирович упрочил свои позиции в мэрии, став еще и заместителем мэра Санкт-Петербурга. Впоследствии Юрий Болдырев оставил пост начальника контрольного управления администрации президента РФ, как и Анатолий Пахомов, поступолномоченным в СПО северо-западному региону РФ. Прокуратура никакого расследования по материалам депутатской группы во главе с Мариной Салья так и не провела. В угоду политической целесообразности дальнейший ход делу дан не был. Социальная база Ельцина и смерть Собчака. Сегодня, вспоминая 1990-е годы, участники событий тех лет и представители более молодого поколения не устают спорить о том, чем же был этот период в истории России. Ревущими 90-ми или временем надежд? Кем был Борис Ельцин, человеком, который спас Россию от гражданской войны, или дорвавшимся до власти ставленником Вашингтонского обкома? Кем был Анатолий Собчак, истовым демократом новой волны или вороватым коммунистом перевертышем? Кем был Егор Гайдар, гениальным экономистом или жуликоватым реформатором, обобравшим большинство населения страны? История с продовольственной аферой Санкт-Петербургской мэрии 1991-1992 годов в этом плане, как уже было сказано выше, и в самом деле не является уникальной, но весьма показательной и симптоматичной для того времени. В чем именно? Вновь предоставим слово весьма информированным участником событий тех лет, в упоминавшемся выше интервью для Радио Свобода в марте 2010 года Юрий Болдырев вспоминал «Я руководил контрольным управлением до начала марта 1993 года. Затем контрольное управление было упразднено и воссоздано в новом статусе, весьма трагикомичном. С апреля 1993 года, когда ведомством руководил уже не я, а Алексей Ильюшенко над контрольным управлением поставили контрольно-наблюдательный совет, состоявший как раз из тех, кого контролировали, из губернаторов, министров и так далее. Когда меня уволили, вселенная не была столь петероцентричной. История с проверкой в Питере не имеет отношения к моему увольнению. Это была рядовая проверка, выявившая существенные нарушения, но не радикально более серьезные, чем в других субъектах федерации. Там были совершенно стандартные вещи, связанные с получением прав на вывоз стратегических металлов в обмен на продовольствие, которое потом не поставлялось. Такого рода факты были тогда весьма типичными. Это было массовое явление. Затем внутренний контроль, работавший на президента, нацеленный на то, что власть должна иметь полную и неприкрытую правду, стал просто не нужен Ельцину. Ельцин уже тогда готовился к перевороту. Я напомню, попыток было три. В декабре 1992 года, в феврале-марте 1993 год и затем окончательное, в сентябре 1993 года. Ельцин искал социальную базу и нашел ее как раз в тех, кто хотел пастись на отведенной лужайке и ничего не бояться. Эти люди добились того, что, в конечном счете, не стало независимого контроля, который мог бы беспристрастно все проверить и доложить президенту. Но не только Борис Ельцин искал себе социальную базу. Быстро формировавшаяся социальная база также искала себе надежного покровителя и защитника. И с этой точки зрения итоги питерской продовольственной аферы 1991-1992 годов выглядят совершенно закономерными. Демократ Ельцин и демократ Собчак строили правовое, демократическое государство, в котором закон и право в массовом порядке попирались ради сиюминутной политической целесообразности. 19 февраля 2010 года в эфире телеканала «Россия-1» состоялась премьера документального фильма «Десять лет спустя». Анатолий Собчак, соавторами которого выступили вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга, Людмила Нарусова и режиссер Анатолий Габнис. Размышляя над мифами, которые в очередной раз запускались в массовое общественное сознание этим политическим блокбастером, Марина Сальев в феврале 2010 года заметила. «Собчак демократом не был никогда. Ленсовет, конечно, сам виноват, и я в том числе, что мы его посадили на царство. Но того, что началось потом, не ожидал никто. Чуть ли не с первого заседания он начал топтать нас ногами, в совершенно непозволительных выражениях оскорбляя депутатов, дискредитируя их всеми возможными способами. А способов у него была масса. В его руках была вся пресса, и его-то печатали охотно. Нас тоже печатали, но реже. А уж на телевидение не допускали. И это дискредитация лучшего в России горсовета. Я бывала тогда в массовете и могу сказать, что у нас состав был сильнее. Я убеждена, привела к дискредитации законодательной власти вообще. Не только в Петербурге, но и во всей стране. Итак, мы пришли к нашему нынешнему парламенту. У Собчака была четкая цель сделать из совета. Не подобает пожилой женщине доктору наук говорить непристойные слова. Но он хотел сделать из совета, извините, г. Конфликт начался сразу. Он стал хозяином города, так сказал в фильме о Собчаке, по-моему, президент Медведев. Медведев-то хоть понимает, что должно быть разделение законодательной, исполнительной, судебной властей. Доминанта исполнительной власти была заложена именно при Собчаке. Ведь потом горсовет и меньше стал, и реже собирался. И этот петербургский стиль, несомненно, повлиял на нынешнюю власть. Марина Сальев вспоминает весьма примечательный эпизод из деятельности Ленсовета начала 1990-х годов. В начале 1992 года депутаты Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов подготовили документ под названием «Анализ нормативных документов, издаваемых мыром и вице-мыром Санкт-Петербурга», в котором был указан перечень законов, которые, видно, юрист Анатолий Собчак систематически нарушал. О собственности, о местном самоуправлении, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, законы СССР о кооперации, о предприятиях и предпринимательской деятельности и прочее. Этот документ Марина Сальев 15 января 1992 года отдала лично в руки Борису Ельцину. Результат оказался нулевым. Аналогичную участь постигло очередное обращение депутатов Ленсовета от 30 марта 1992 года. Тогда депутаты северной столицы сочли целесообразным поставить вопрос об освобождении мыра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака от занимаемой должности. В вину Собчаку, помимо прочего, ставилось и то, что мыр города упорно добивался выведения исполнительной власти из-под контроля представительной. Гарант Конституции Борис Ельцин и на это обращение никак не отреагировал. Для Собчака, в конечном итоге, период его руководства Санкт-Петербургом ничем хорошим не завершился. История неоднократно доказывала, что революции, хоть военно-политические, хоть криминально-коррупционные, всегда пожирают своих детей. И Собчак не стал исключением в этом правиле. Через год после того, как он проиграл выборы мыра Санкт-Петербурга Владимиру Яковлеву, 3 октября 1997 года, Анатолий Собчак был привлечен Генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. В том же году Анатолий Собчак был обвинен в злоупотреблениях, допущенных им за время пребывания на посту мыра города. 7 ноября 1997 года Анатолий Собчак вылетел во Францию для лечения в американском госпитале, расположенном в Париже. Марина Сальи в феврале 2010 года утверждала, что отъезд Собчака фактически был бегством. Первоначально не без помощи Владимира Путина он на самолете бежал в Финляндию, откуда затем перебрался во Францию, якобы для проведения операции на сердце, что выглядело весьма странно. На больное сердце Собчак никогда не жаловался. В книге от первого лица разговоры с Владимиром Путиным, глава демократ, под главка Собчак был настоящим, Путин, ничего не говоря про больное сердце Собчака, тем не менее, упоминает о том, что опальный экс-мэр в разгар следственных действий генпрокуратуры лежал в Санкт-Петербурге в кардиологической больнице, откуда был переведен в военно-медицинскую академию. После чего некие друзья, вроде бы из Финляндии, прислали за Собчаком санитарный самолет, на котором тот и был отправлен во Францию. Отрицая сам факт того, что эвакуация Анатолия Собчака явилась хорошо спланированной спецоперацией, Владимир Путин, однако, признает, что момент вылета Собчака был выбран весьма удачно. Поскольку это было 7 ноября, когда страна начала праздновать, то его отсутствие в Санкт-Петербурге обнаружилось только 10 го. 13 сентября 1998 года Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Собчака по статьям «Взятка и злоупотребление должностными полномочиями». Собчак проживал в Париже до 12 июля 1999 года, читал лекции в Сорбонне и других французских университетах. 10 ноября 1999 года Уголовное дело против Собчака было прекращено за отсутствием состава преступления. 21 декабря 1999 года, уже вернувшись в Россию, Анатолий Собчак проиграл выборы в депутаты Госдумы и рыв кандидату от Яблока Петрушилищу и объявил, что принял решение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. 14 февраля 2000 года Анатолий Собчак был назначен доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации в В. Путина и возглавил политический консультативный совет демократических партий и движений Санкт-Петербурга. После чего Собчак совершенно неожиданно умер во время поездки в Калининградскую область, предпринятая им в рамках предвыборной кампании Путина. Он скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь-Г» Светлогорска в результате, как сообщалось в официальном заключении, острой сердечной недостаточности. Анатолий Собчак был похоронен 24 февраля 2000 года в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александроневской лавры. После этого по стране сразу поползли слухи об убийстве первого мыра Северной столицы, который слишком много знал. В этих слухах также фигурировали версии об отравлении Собчака алкоголем, а также о том, что остановка сердца наступила в результате принятия им слишком большой дозы Виагры. В результате, 6 мая 2000 года, через 2,5 месяца после смерти Собчака, прокуратурой Калининградской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства, отравления. Однако вскрытие тела Собчака, произведенной в Санкт-Петербурге, констатировало отсутствие как алкоголя, так и другой причины отравления. 4 августа 2000 года Калининградская прокуратура закрыла дело. Стоило ли Анатолию Собчаку вообще возвращаться в Россию? Вопрос, думается, риторический. Приведем, наконец, последнюю цитату из интервью Марины Сальи для Радио Свобода, которая состоялась в феврале 2010 года. Как только Борис Николаевич отдал бразды правления Владимиру Владимировичу, Анатолий Александрович решил, что теперь все в порядке, он не подсуден. И под такой защитой, как Владимир Владимирович, он спокойно может вернуться в Россию, что он и сделал. И был абсолютно неправ. И был абсолютно неправ. Дело кончилось плохо. Я думаю, будем говорить так, я думаю, что вряд ли он умер своей смертью. Потому что все обстоятельства этой смерти были очень странными. И Людмила Борисовна Нарусова на следующий день после его смерти сама высказала такое предположение. Правда, еще через день ей, наверное, хорошо объяснили все, что надо, и она отказалась от этой версии. Хорошо было бы, конечно, эксгумировать тело Собчака и проверить, что же, на самом деле, явилась причиной его смерти. Финал продовольственной аферы. Авен, Путин и Черкесов. Начало 2000 года. Одним из первых журналистов, кто попытался разобраться в деталях истории с продовольственным бартером и докладом депутатской рабочей группы Марины Салье, стал обозреватель газеты «Ведомости» Владимир Иванидзе. Статья Иванидзе, спасая подполковника Путина, в итоге в «Ведомостях» так и не была опубликована, после чего журналист вынужден был уйти из редакции этой газеты. Он устроился на работу в «Ежемесячник» совершенно секретно по приглашению главы издательского холдинга Артема Боровика, который вскоре, 9 марта 2000 года, погиб в результате авиакатастрофы самолета Як-40, совершавшего рейс «Москва-Киев». Через непродолжительное время Владимир Иванидзе вынужден был уйти уже из редакции совершенно секретно, а потом и вовсе уехать из России. В процессе сбора материалов для статьи «Спасая подполковника Путина» Владимир Иванидзе за несколько дней до смерти Анатолия Собчака встретился с ним в его квартире в Санкт-Петербурге. По словам Иванидзе, все ответы Собчака сводились к тому, что в бартерных поставках ничего противозаконного не было. Когда же Владимир Иванидзе попытался обратить внимание Анатолия Собчака на документы депутатской рабочей группы Марины Солье и попросил хоть как-то их прокомментировать, Анатолий Александрович отвечал крайне убедительно и аргументированно, как и подобает профессору права. Не верьте этому. Владимир Иванидзе неоднократно пытался взять интервью у Егора Гайдара, но все его попытки оказались тщетными. Столь же безуспешными оказались и попытки Владимира Иванидзе выйти на Петра Авина. Впрочем, в этом направлении журналисту повезло чуть больше. В интервью радиостанции «Радио Свобода» 11 марта 2010 года, след Тимченко в докладе Солье, Владимир Иванидзе о реакции Петра Авина на расследование Санкт-Петербургских событий 1991-1992 годов поведал следующее. Во время встречи Петра Авина с группой журналистов ему был задан вопрос, почему он проигнорировал предупреждение Юрия Болдырева о том, что Путин может быть отстранен от должности главы комитета по внешнеэкономическим связям и назначил его уполномоченным ВЭС по Петербургу. Вопрос задавал не я, а моя бывшая жена Агат Дюпарк, которую, как иностранного журналиста, пригласили на встречу с Авином, а меня туда не позвали. Авин тогда заволновался и ответил ей. Там тогда ничего не нашли, ничего не было. Через полчаса сам вернулся к теме и снова повторил. Там ничего не нашли. Но ведь не нашли как раз благодаря этому назначению. Сложно сказать однозначно, сколь глубоко в продовольственной афере был замешан Петр Авин. Однако из приведенной выше цитаты видно, как сильно Петр Олегович нервничал, когда 8 лет спустя ему задали вопрос об обстоятельствах событий начала 1990-х годов. И последнее, была ли продовольственная афера 1991-1992 годов осуществлена ее непосредственными участниками исключительно на свой страх и риск? Думается, нет. Есть основания полагать, что продовольственная афера явилась весьма масштабной спецоперацией, огромную роль в которой сыграло тогдашнее управление Министерства безопасности РФ с 1993 года, ФСБ, по Санкт-Петербургу. И вот почему. По версии Владимира Путина, изложенной им в книге от первого лица глава демократ, под главка «Он высох в смысле души», события 1991-1992 года развивались по совершенно другой схеме, нежели об этом рассказывала Марина Салье, ее коллеги по депутатскому корпусу Ленсовета и журналисты. Путин утверждал в 2000 году, что депутаты Ленсовета к договоренностям о поставках продовольствия по бартерной схеме вообще никакого отношения не имели. Бартерную схему сырье в обмен на продовольствие придумали питерские бизнесмены, а у мэрии не было других вариантов насыщения рынка. Поэтому Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и согласился с предложенным вариантом. И, дескать, все было законно. Лицензии выдавались кем положено, ни грамма редкоземельных металлов вывезено не было. А скандал о коррупции был инспирирован частью депутатов Ленсовета с целью воздействия на Анатолия Собчака, чтобы тот уволил габышника Путина. Плюс, некоторые из депутатов сами хотели заработать на сделках по поставке продовольствия в Санкт-Петербург, а им ничего не досталось. Вот они и нашли злого кагабышника, который мешал, и его надо было изгнать. Чуть далее, говоря о печальных итогах поставок продовольствия взамен сырьевых ресурсов, отправленных на экспорт, Владимир Путин фактически расписывается в своей некомпетентности в качестве главы Комитета по внешним связям мэрии. Нужно было теснее работать с правоохранительными органами и палкой выбивать из этих фирм обещанные. Но подавать на них в суд было бессмысленно, они растворялись немедленно, прекращали свою деятельность, вывозили товар. По существу, предъявить им было нечего. Вспомните то время, тогда сплошь и рядом возникали какие-то конторы, финансовые пирамиды, и мы-мым. Мы просто этого не ожидали. Председатель КВС мэрии Т, Путин В, и его заместитель Т, Аникино Г, проявили полную некомпетентность, граничащую с недобросовестностью при составлении договоров, лицензии иных документов, беспрецедентную халатность и безответственность при предоставлении документов депутатской группе, что подтверждается многочисленными расхождениями данных в разных документах. Это уже цитата из пункта 7.6, отчета рабочей депутатской группы во главе с Мариной Салья от 23 марта 1992 года. Не доглядели, растерялись, не ожидали. Парадокс, но факт. В оценке профессиональной пригодности Владимира Путина по поводу его деятельности во главе КВС мэрии Санкт-Петербурга сошлись непримиримые оппоненты, сам Владимир Владимирович и авторы отчета группы Салья. В тот же период мэрия Санкт-Петербурга выступила с еще одной замечательной инициативой. Было решено установить жесткий контроль над игорным бизнесом города с целью пополнения городского бюджета. Для чего, как рассказывал сам Путин, было создано муниципальное предприятие, которое само по себе ни одним казино не владело, но контролировало 51 акции горных заведений города. В книге от первого лица глава-демократ, подглавка соприкоснувшись с прекрасным «Пора отваливать» Путина системе контроля мэрии за игорным бизнесом города на Неве вспоминал следующее. В это предприятие были делегированы представители основных контролирующих организаций ФСБ, налоговой полиции, налоговой инспекции. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций. Забавно, что сделано это было в противоречии с законом ирыва конкуренции и ограничений монополистической деятельности на товарных рынках, подписанным еще 22 марта 1991 года первым заместителем председателя Верховного совета РСФСРР и Хасбулатовым. И Путин черным по белому признается в том, что его позиция по поводу установления контроля в Питере над игорным бизнесом противоречила этому закону, делая смущенную оговорку. Тогда я считал, не знаю, правильно или нет, что игорный бизнес – это такая сфера деятельности, в которой должна быть монополия государства. Заметьте, это говорил юрист. Получается, что Владимир Путин не знал, правильно ли он поступал, нарушая действующие законодательства. Если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Еще один прекрасный пример правового нигилизма, основы которого в Новой России закладывал, как видно из этого примера, в числе прочих сам Владимир Путин. Итог этой эпопеи предугадать очень несложно. Бюджет Санкт-Петербурга от контроля над игорным бизнесом не получил ни копейки. Оказывается, владельцы казино показывали только убытки и лишь смеялись над недотепами из питерской мэрии. Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком, сокрушался Владимир Владимирович. Судя по тому, что схема оказалась неэффективной и с ее помощью не удалось достичь задуманного, надо признать, что она не была продумана до конца. И хотя в муниципальные игорные предприятия были делегированы, как уже было сказано, и налоговики, и фсбшники, итог оказался тот же. Не доглядели, растерялись, не ожидали, не продумали до конца. Позже, в четвертой главе этой книги, мы еще вернемся к теме игорного бизнеса в России, чтобы понять, какие уроки извлек из своего питерского опыта ставший президентом ИРФ Владимир Путин. Точнее, извлек ли он вообще какие-либо уроки. Кстати, в своих воспоминаниях, глава демократ, под главка флагшток был срезан автогеном, Владимир Путин приводит прямо противоположный пример работы той же ФСБ. Вспоминая разгон советов в октябре 1993 года и сравнивая то, как это происходило в Москве и Санкт-Петербурге, Владимир Путин сказал следующее. Важно, что тогда уже не было, как в 91-м, раскола среди правоохранительных органов. Руководство управления ФСБ, а возглавлял его тогда Виктор Черкесов, с самого начала заявило о своей поддержке мыра. Оно провело ряд мероприятий по задержанию экстремистов, которые устраивали провокации, собирались что-то взрывать, дестабилизировать обстановку. На этом все и закончилось. То есть, когда дело касалось выстраивания управляемой демократией, ФСБ показывала отличные результаты. Но как только ФСБ в Санкт-Петербурге пыталась контролировать бизнес, ничего не выходило, все падало из рук. Теперь остается найти Олухов, которые поверили бы в эту версию. Одной из ключевых фигур в питерской ФСБ в тот период был, конечно же, Виктор Черкесов. К этому офицеру есть смысл приглядеться пристанье. С 1988 по 1992 год он был начальником следственного отдела Ленинградского управления КГБ АфПМБР. До этого на протяжении ряда лет Виктор Васильевич работал в 5М отделе управления КГБ ПГ Ленинграду и Ленинградской области. И, как уже было сказано выше, запомнился борьбой с инакомыслящими. В диссидентских кругах Виктор Черкесов прославился, в частности, тем, что, собственноручно заполняя протокол допроса Ростислава Евдокимова, члена Народно-Трудового Союза, в итоге получившего 5 лет строгого режима и 3 года ссылки, назвал Г. Вену столицей Швейцарии. А сам Евдокимов позднее, 15 февраля 2000 года в газете «Сегодня», так охарактеризовал стиль работы своего бывшего следователя. Грешил Черкесов амбициозностью и особым цинизмом. Он прямо заявлял, что офицеры КГБ могут и должны нарушать письменные законы ради сохранения высших, то есть, партийных законов. В свое время именно Виктор Черкесов выступал по ленинградскому телевидению и демонстрировал телезрителям изъятый у меня при обыске старенький факс-аппарат, объясняя, что это – супершпионский прибор, изготовленный для меня спецслужбами Запада. Запомнился Виктор Черкесов и тем, что в 1988 году инициировал последнее в СССР дело по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» против ленинградского отделения партии «Демократический союз» по факту распространения его членами партийной газеты «Свободное слово». Входивший в Демсоюз Юлий Рыбаков, впоследствии депутат Государственной думы ФСРФ, вспоминал, что аресты и посадки не последовали только потому, что Верховный совет СССР вовремя отменил 70-ю статью УК РСФСР. Позднее, к примеру, в декабре 2004 года в статье, опубликованной в газете «Комсомольская правда», будучи директором Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Виктор Черкесов утверждал, что он, как и многие из его коллег, всегда стояли на страже интересов государства, не стремясь во что бы то ни стало сломать судьбы людей в угоду господствовавшей в последний период существования СССР идеологии, которая стремительно эволюционировала к маразму и призывал помнить о самоограничении, подавлении духа стяжательства, обуздании соблазнов, которыми начинена эпоха недоразвитого и нестабильного капитализма, потому как такой подход есть единственная альтернатива повторению позорной судьбы переродившейся советской номенклатуры. Вдумчивые исследователи жизненного и профессионального пути Виктора Черкесова считают, что его единственным серьезным достижением на Ниве борьбы с внутренним врагом стало дело Павлова, сотрудника Атомной инспекции Государственного морского регистра, передавшего спецслужбам Германии из Шанеки секретные сведения о советских подводных лодках за его разоблачение в 1984 году Черкесов и получил орден Красной Звезды. Впрочем, внимание к идеологии Виктор Черкесов не утратил и позднее, уже возглавляя управление ФСБПГ Санкт-Петербургу и Ленинградской области, когда в 1996 году стал инициатором возбуждения уголовного дела против эколога, капитана Александра Никитина по обвинению в шпионаже. В 1999 году Никитин был оправдан судом по всем статьям обвинения. В своей книге «Над пропастью во лжи» Валерия Новодворская, упоминая о первоначальном заключении капитана Никитина под стражу, так охарактеризовала Виктора Черкесова. Осталось молить о плановом петербургском наводнении и чтобы Финский залив смыло только личный состав тамошнего ФСБП во главе с генералом Черкесовым, бывшим и теперешним охотником за диссидентами. Когда в 1992 году дело о продовольственной афере сошло на нет, когда утихла вся шумиха вокруг расследования группы Солье, Виктора Черкесова назначили начальником управления Министерства безопасности России ПГ, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До Черкесова, с 1991 года, начальником управления Агентства федеральной безопасности РСФСР ПГ, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ранге заместителя генерального директора АФП РСФСР, являлся Сергей Степашин. После того, как Сергей Вадимович перешел на работу в Москву, начальник следственного отдела Ленинградского управления, теперь уже имбир и рыв, Черкесов был главным кандидатом на освободившуюся должность. Появление, как замечала Валерия Новодворская, охотника за диссидентами в качестве кандидатуры на столь высокий и ответственный пост, спровоцировало целую бурю возмущения у депутатов Ленсовета, что вызвало новый нешуточный скандал. К мэру Анатолию Собчаку тогда прибыла представительная делегация городской интеллигенции. Тот сделал вид, что крайне поражен и озадачен назначением Черкесова, и пообещал ходокам лично обсудить эту проблему с Борисом Ельциным. Но в итоге так ничего и не сделал. К делу, как уже было сказано, энергично подключились депутаты Ленсовета. Как замечал в январе 2005 года обозреватель новой газеты Борис Вишневский, 20 ноября 1992 года сессии Ленсовета большинством в 117 голосов, 27 депутатов высказались против и 15 депутатов воздержались, приняла обращение к Борису Ельцину с требованием отменить назначение на этот пост человека, участвовавшего в организации политических процессов против участников демократического движения 80-х годов. Однако результат этого обращения был весьма неожиданным. 13 декабря 1992 года тогдашний глава Министерства безопасности России Виктор Баранников заявил, что назначение Виктора Черкесова было согласовано с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. С учетом официально признанной трактовки личности Анатолия Собчака как истинного демократа и прочее, его согласие на назначение Черкесова и в самом деле выглядело парадоксально. Но теперь, когда мы знаем о том, каким на самом деле демократом был Анатолий Александрович и что его связывало с конторой, удивляться этому согласию не приходится. В марте 2003 года в журнале «Профиль 10-328-10-03-2003Г» была опубликована статья Натальи Жуковой «Заложник Нордвеста», посвященная прогнозам по поводу скорой отставки Виктора Черкесова с поста полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Автор статьи, рассказывая о карьере генерала Черкесова, замечала, что в 1992 году в окружении Собчака все больший аппаратный вес набирали выходцы из спецслужб. Без их помощи мэр-профессор просто не мог управлять городом, а потому просто так, из принципа раздувать скандал вокруг фигуры Черкесова и портить отношения с его коллегой, Путиным, Собчаку, конечно же, не хотелось. Кроме того, замечал автор профиля, мэр хоть и не любил нового главу управления МГБ, но в то же время знал, что никаких сюрпризов от него ждать не приходится. По слухам, Собчак неоднократно высказывался в том смысле, что Черкесов всегда служит тем, кому принадлежит власть. Власть в городе принадлежала ему, Собчаку, а в стране, Ельцину, относившемуся вполне благожелательно к питерскому мэру-демократу. Начало 1990-х годов и в самом деле было тем временем, когда контора активно проникала не только в разного рода общественно-политические движения, но и, что было весьма немаловажно, в криминальные и деловые круги. Построение управляемой демократии, с одной стороны, требовало отсечения правильной оппозиции от неправильной, а с другой, конечно же, требовало еще и денег. Много денег и в этом плане продовольственная афера 1991-1992 годов была отличным способом пополнения конторской кассы. А теперь вопрос, чем же в этот крайне интересный период истории России, в частности, города на Неве занимался Дмитрий Медведев?